Глава 7 После двух месяцев пребывания в Чако, наша коллекция достигла таких размеров, что все свое время мы тратили на уход за животными. Мы поднимались до рассвета, и Паула приносила нам в комнату чай. По справедливости ради, должен сказать, что мы вставали в такую рань не потому, что любили рано вставать, а для того, чтобы успеть выполнить самую трудную часть работы прежде, чем солнце поднимется высоко и станет жарко. Первым делом мы принимали зачистку клеток. Долгое, утомительное и грязное занятие, отнимавшее обычно не меньше двух часов. Продолжительность чистки всецело зависела от обитателя клетки. Если он был настроен воинственным, приходилось внимательно следить за тем, чтобы тебя не укусили или не клюнули. Если же он был в игривом настроении, много времени уходило на то, чтобы внушить ему, что чистка клеток является работой, а не развлечением, придуманным специально для него. Большинство животных быстро привыкали к заведенному порядку. Они нетерпеливо ожидали в стороне, пока мы убирали одну половину клетки, а затем переходили на чистую половину, позволяя привести в порядок оставшуюся часть. После того, как все клетки были вычищены и устланы свежим слоем сухих листьев или опилок, можно было приступать к приготовлению пищи. Прежде всего, необходимо было очистить или нарезать фрукты. На первый взгляд, это довольно простое дело. И это действительно было бы так, если бы всем обитателям клеток фрукты можно было нарезать одинаковым образом. К сожалению, все обстояло совсем иначе. Например, некоторые птицы любили, чтобы бананы были нарезаны вдоль и развешаны на крючках на проволочной сетке клетки. Другие любили, чтобы бананы были нарезаны на мелкие кусочки такой величины, чтобы их можно было сразу проглотить. Некоторые птицы ели плоды манго только в виде кашицы, смешанной с хлебом и молоком. Другие обязательно требовали перед завтраком ломать перезрелого плода папайи вместе с зернами в нем. Стоило только удалить зерна, и птицы отказывались от завтрака, хотя в действительности они не ели зерна, а лишь выклевывали их из оранжевой мякоти и разбрасывали по клетке. Таким образом, приготовление фруктов к завтраку было очень сложным делом, требовавшим знания вкусов и привычек каждого нашего постояльца. После фруктов мы переходили к приготовлению мяса. Ежедневно наш зверинец потреблял 14 фунтов мяса. Эта гигантская ассорти состояла из сердца, мозгов, печени и отдельных кусков мяса. Все это необходимо было нарезать и накрошить соответствующим образом. Обработать 14 фунтов мяса при температуре в тени свыше 100 градусов по Фаренгейту, или свыше 38 градусов по Цельсию, не шуточное дело. И для облегчения задачи я приобрел в Атсунтьоне огромную мясорубку. На ее корпусе было выдавлено первый сорт. Но, несмотря на хвастливую надпись, эта громоздкая машина стала проклятием нашей жизни. При малейшем ударе от нее отлетали осколки, и какими бы маленькими кусочками мы не подавали мясо в ее пасть, они обязательно застревали, а это означало разборку мясорубки. Даже когда мясорубка работала нормально, она сотрясалась и стонала, временами издавая громкий скрежет, способный напугать самого храброго человека. После приготовления мяса приходилось мыть всю посуду, из которой мы кормили и поили животных. Так что жестоко ошибаются люди, которые думают, что, став звероловом, избавляешься от всякой неприятной домашней работы. К концу путешествия у нас было около 50 клеток, и в каждой было по меньшей мере две миски, а в некоторых даже три или четыре. Каждую посудину перед кормежкой нужно было тщательно выскрести и промыть. В условиях тропической жары малейшие кусочки пищи, оставленные в миске, начнут разлагаться, отравят свежую пищу и могут привести к гибели животного. Читатель, никогда не занимавшийся звероловством, может подумать, что мы сами задавали себе лишнюю работу, потому что слишком баловали своих животных. Но в том-то и дело, что при другом обращении мы бы не довезли до места назначения часть коллекции. Если, конечно, такие нетребовательные животные, которые выживают при любом обращении с ними, но на каждый такой экземпляр приходится примерно 20 других, с которыми надо обходиться очень бережно. Покончив с такой работой, мы могли заняться другими, инораз довольно сложными делами. С кормлением детенышей из бутылок, лечением больных животных, с приемом вновь поступающих. Такие дела возникали в любое время дня и ночи, и зачастую были очень хлопотны. Большинство животных очень покладисты, и, втянувшись в ритм жизни лагеря, не причиняют особенных хлопот. Но иногда попадались и такие, с которыми приходилось повозиться. Во многих случаях это были животные, которых, как принято считать, очень легко содержать в неволе. В некоторых районах Южной Америки водятся лягушки, обладающие, пожалуй, самым причудливым обличьем среди батрахит. Их называют рогатками. И так как рогатки обычно легко переносят неволю, я думал, что с ними все будет очень просто. Мне очень хотелось заполучить несколько рогаток, пока мы жили в Чаку. Я знал, что они здесь водятся, что местные жители называют их эскуэрто, но этим и ограничили все мои познания. Надо сказать, что работа собирателя животных отличается той особенностью, что как только вам очень захочется достать то или иное животное, оно немедленно исчезает, как бы широко оно ни было распространено. Именно так произошло с рогатками. Я показывал всем рисунки этих лягушек, предлагал баснословные суммы за их поимку и почти довел до безумия Джеки и Рафаэля, вытаскивая их из постели в два часа ночи, чтобы идти ловить лягушек на болото. Но все было напрасно. Если бы я знал заранее, сколько хлопот принесут мне эти лягушки, я бы не стал тратить столько сил на их поимку. В один прекрасный день, после полудня, я обнаружил на веранде помятую жестяную банку, верх которой был закрыт листьями. Паула сказала мне, что банку принедавно принес пожилой индейец, и в ней сидит какое-то бихо. Вот и все, что она знает. Я, осторожно разгрыв палкой слой листьев, заглянул в банку и, к своему изумлению, увидел громадную рогатку, спокойно восседавшую на спинах двух других поменьше. «Что там такое?» — спросила Джеки, стоявшая вместе с Паулой на безопасном расстоянии. «Рогатки! Три красавицы!» — восторженно ответил я. Я перевернул банку, и лягушки, переплетавшимся клубком, плюхнулись на пол веранды. Паула взвизнула и скрылась в доме. Вскоре она высунулась из окна, дрожа от страха. «Будьте осторожны, сеньор!» — причитала она. «Это очень опасное животное, сеньор! Очень ядовитое!» «Ерунда!» — ответил я. «Не ядовитое! Это не жарорака, а рогатая жаба, чудесное животное!» «Святая Мария!» — воскликнула Паула, закатывая глаза и возмущаясь тем, что я мог назвать рогатку чудесным животным. «Они ядовитые?» — спросила Джеки. «Нет, конечно! Они просто кажутся такими!» Тем временем лягушки разделились, самая крупная сидела, рассматривая нас сердитыми глазами. Она была величиной сблюдца и казалось, что голова составляет у нее три четверти объема всего тела. У лягушки были толстые короткие лапы, вздутый живот и два больших глаза с золотистыми и серебристыми искорками. Над каждым глазом кожа приподнималась равнобедренным треугольником, напоминая рога на голове козленка. Невероятно широкий рот словно делил тело надвое. Ее голова с торчащими рогами, выпеченными губами и мрачно опущенными углами рта как бы сочетала в себе черты жестокого злодея и надменного монарха. Зловещее впечатление, производимое лягушкой, еще более подчеркивалось бледно-горчично-желтой окраской туловища с ржаво-красными и серовато-зелеными пятнами, как если бы кто-то, не знающий географии и не умеющий рисовать, пытался изобразить в этом туловище карту мира. Пока Паула энергично взывала к помощи всех святых и заверяла Джеки в том, что через полчаса она станет вдовой, я наклонился, чтобы рассмотреть лягушку более внимательно. Широко вздохнув, она раздулась вдвое больше прежнего и начала выпускать воздух, пронзительно и негодующе крича. Одновременно она запрыгала мне навстречу, угрожающе раскрывая и закрывая рот. Это было поразительное зрелище. Внутренняя поверхность ее губ имела яркую желтовато-розовую окраску. Услышав изданный лягушкой боевой клич, Паула отчаянно всплеснула руками и начала раскачиваться в окне. Я счел момент подходящим для того, чтобы преподать ей небольшой урок естествознания и в то же время поднять свой престиж в ее глаза. Схватив дрыгающую ногами тяжело дышавшую рогатку, я подошел к окну, в котором стояла Паула. — Смотри, Паула, она совсем не ядовитая! — обратился я к ней на ломаном испанском языке. Когда лягушка снова широко раскрыла рот, я быстро снул в него свой большой палец. Это так удивило рогатку, что на секунду она застыла с разинутым ртом, а я с ободряющей улыбкой глядел на Паула, которая, казалось, готова была упасть в обморок. — Она совсем не ядовита! — повторял я. — Она совсем не... В это мгновение лягушка оправилась от неожиданности и быстро закрыла рот. У меня было такое ощущение, будто кто-то тупым ножом хватил меня по большому пальцу. Я едва не вскрикнул от боли. Паула молча смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я криво усмехнулся, надеясь, что моя усмешка будет принята за жизнерадостную улыбку. А рогатка забавлялась тем, что через каждую секунду изо всех сил сдавливала палец своими челюстями. Мне казалось, будто мой палец лежит на рельсе, по которому проходит длинный товарный пояс, с увеличенным против обычного количества колес. — Санта-Мария! — воскликнула пораженная Паула. — Как удивительно! Она не ядовита, сеньор? — Нуу! Нисколько не ядовита! — хрипло ответил я, сохраняя на лице всю ту же жалкую усмешку. — А что случилось? — с любопытством спросила Джеки. — Ради бога! Уйди куда-нибудь эту женщину! Проклятая тварь чуть не откусила у меня большой палец! Джеки быстро отвлекла внимание Паулы, спросив ее, не пора ли подавать ленч. И Паула уплыла в кухню, то и дело повторяя — экстраординарио! — Как только она исчезла, мы занялись спасением моего пальца. Это оказалось нелегкой задачей, так как, несмотря на мощную хватку, челюсти у рогатки были очень слабые, и при каждой попытке разжать их при помощи палки, они начинали гнуться, грозя сломаться. Как только мы вынимали палку, лягушка с новой силой впивалась в мой палец. В полном отчаянии я положил руку вместе с рогаткой на цементный пол, надеясь, что она захочет убежать и отпустит палец. Но она продолжала сидеть на месте, вцепившись в палец бульдожьей хваткой и вызывающе глядя на меня. — Наверное, ей не нравится это место, — сказала Джеки. — А что мне еще делать, по-твоему? — раздраженно спросил я. — Уж не пойти ли и не сесть ли вместе с ней в болото? — Нет, конечно, но если ты сунешь руку в тот куст гибискуса, она постарается убежать и отпустит палец. — Если она не убегает здесь, она с таким же успехом может висеть у меня на пальце и тогда, когда я буду ползать по кустам. — Ладно, поступай, как знаешь. Надеюсь, ты не собираешься всю жизнь ходить с рогаткой на пальце. В конце концов я убедился в том, что если я не хочу сломать лягушки челюсти, придется попробовать вариант с кустом гибискуса. Забравшись в кустарник, я сунул руку в самые густые заросли. В ту же секунду рогатка с явным отвращением выплюнула мой палец и отскочила назад. Я схватил ее и без особого труда снова посадил в банку, не обращая внимания на ее протестующий писк. От челюсти лягушки на пальце осталась багровая полоса, а спустя час под ногтем образовался кровоподтек. Лишь через три дня я снова смог безболезненно шевелить большим пальцем, а кровоподтек сошел только месяц спустя. Это была моя первая и последняя попытка убедить жителей Чака в безобидности рогатки. Поскольку Чака настоящий рай для птиц, то пернатых у нас было больше, чем каких-либо других животных. И они составляли примерно две трети нашей коллекции. Самыми большими птицами в лагере были бразильские кориамы. Туловище их величиной с курицу было посажено на длинные крепкие ноги. На длинной шее сидела крупная голова, немного напоминавшая голову ястреба, со слегка загнутым на конце клювом и большими бледно-серебристыми глазами. Шея и спина были нежного серовато-коричневого цвета, книзу переходящего в кремовый. На голове, над самыми ноздрями у кориамы торчат забавные пучки перьев. Когда эти птицы с обычным для них надменным видом бродили по лагерю, изогнув шею и откинув голову, они очень напоминали мне высокомерных верблюдов в перьях. Обе жившие у нас кориамы были совершенно ручными, и мы каждый день пускали их свободно бродить по лагерю. Выйдя утром из клеток, они прежде всего производили смотр всему нашему зверинцу. Медленно и величественно вышагивали они на длинных ногах, а затем вдруг застывали на одной ноге, держа другую на весу. В эти минуты у них появлялось выражение аристократического негодования, и они возмущенно трясли своими хохолками. Через несколько секунд они вновь оживали, опускали ногу и размеренным шагом продолжали свой эмоцион, а через несколько ярдов повторяли все сначала. Можно было подумать, что перед вами две вдовствующие герцогини, которым во время прогулки по парку пристает подвыпивший солдат. Постепенно, однако, герцогини утрачивали свою чопорную осанку и пускались в буйные причудливые плясы. Одна из них находила ветку или пучок травы, поднимала его клювом, приближалась к подруге большими танцующими шагами и бросала свою добычу на землю. С минуту обе птицы пристально разглядывали ее, а затем начинали выделывать пируэты на своих длинных неуклюжих ногах, церемонно раскланиваясь друг с другом и слегка распуская перья. При этом они время от времени с разнузданно веселым видом подбрасывали ветку или траву в воздух. Танцы заканчивались так же неожиданно, как и начинались. Птицы застывали на месте, какой-то безмолвной яростью глядели друг на друга и расходились в разные стороны. Кориамы питали особую слабость гвоздям и считали их, подобно нашему бывшему плотнику Анастасию, живыми существами. Осторожно вытащив из коробки гвоздь, они долбили его клювом до тех пор, пока не убивали его. Тогда они бросали гвоздь и вынимали из коробки следующий. За короткое время они опустошали всю коробку и окружали себя множеством поверженных гвоздей. Хорошо еще, что они не пытались глотать гвозди. Но и без того эта их привычка действовала мне на нервы. Как только я принимался что-нибудь мастерить, мне приходилось ползать в пыли, собирая умершвленные гвозди, которые кориамы, развлекаясь, разбрасывали по всему лагерю. Наряду с кориамами, одной из самых забавных птиц в нашей коллекции была водяная курочка. Маленькая болотная птичка с пронзительными ярко-красными глазами, длинным острым клювиком и необыкновенно большими ногами. Эта птичка имела честь быть единственным экземпляром, пойманным для нас собственноручно Паулой за все время нашего пребывания в Чаку. И, разумеется, больше всех была удивлена при этом сама Паула. Вот как это случилось. Однажды утром Джеки проснулась с небольшой температурой и ознобом, свидетельствовавшим о приступе лихорадки. Она осталась лежать в постели, а я наскоро позавтракал и, предупредив Паулу о том, что сеньора заболела и будет лежать, отправился в лагерь для обычной утренней работы. Вернувшись к полудню домой, я с удивлением обнаружил Джеки на веранде. Джеки по-прежнему лежала в кровати, а из дома доносился невообразимый шум, среди которого выделялся пронзительный, как пароходная сирена, голос Паулы. — Что случилось? — спросил я у Джеки. — Слава богу, ты вернулся! — слабым голосом ответила она. — У меня было веселенькое утро. Первые два часа Паула ходила на цыпочках и предлагала какие-то отвратительные травяные настои и желе. А когда я сказала, что мне ничего не надо и я хочу спать, она взялась за уборку. Похоже, она делает генеральную уборку раз в неделю, и как раз сегодня настал срок. Шум стоял такой, словно отряд казаков носился вокруг дома, а за ним с дикими криками гнались краснокожие. Раздался треск, звон разбитого стекла, и в окно вышлилась ручка метлы. — Какого черта она там вытворяет? — снова спросил я. — Сейчас все расскажу, — ответила Джеки. Не успела я снова заснуть, как пришла Паула и заявила, что хочет убрать спальню. Я ответила, что не собираю вставать и что уборку лучше отложить до следующей недели. Это привело ее в ужас. Она выбежала на веранду и принялась громко звать своих девочек. Их прибежало человек десять. Не успела я опомниться, как они подхватили кровать и вместе со мной вынесли сюда, на веранду. После этого они всей оравой принялись убирать спальню. Из дома снова послышался треск, сопровождаемый пронзительными криками и топотом ног. — Это они так убираются? Довольно странный способ уборки. Нет, нет, они уже давно убрали в спальне и хотели перенести меня обратно, как вдруг Паула издала один из обычных своих воплей, который чуть было не снес у меня полчерепа. Дескать, она видит в саду бихо. Я ничего не видела, но все девицы видели, и я не успела спросить, что за бихо. Они бросились в сад и принялись обшаривать кусты под руководством Паула. Бихо пустилось на утек и почему-то влетело в дом прямо через дверь. Вся компания бросилась за ним, и с тех пор они гоняют его по комнатам. Одному богу известно, что они там бьют и ломают вот уже больше полчаса. Я охрипло, кричавший им, но они не отвечают. Удивляюсь, как после такого погрома животное не умерло от разрыва сердца. Во всяком случае, ясно одно. Бихо совершенно безобидно, а то едва ли они погнались бы за ним. Сейчас пойду посмотрю, в чем дело. Я осторожно приоткрыл входную дверь. В комнате валялись опрокинутые стулья и разбитые тарелки. Приглушенные крики и грохот свидетельствовали о том, что охота продолжается в соседней комнате. Я приоткрыл дверь в спальню, и меня оглушил доносившийся оттуда шум. Раскрыв дверь пошире, я просунул голову в щель и огляделся. В то же мгновение, неизвестно откуда, на меня грозно спикировала метла, едва не угодив мне в голову. Я отскочил назад и прикрыл дверь. «Алло, Паула, в чем дело?» — крикнул я, пытаясь перекрыть весь этот шум. На мгновение воцарилось молчание. Затем дверь распахнулась, и на пороге появилась Паула, колыхая, словно наполовину надутый аэростат воздушного заграждения. «Сеньор!» — торжественно сказала она, показывая толстым пальцем на кровать. «Сеньор! Животное, сеньор! Очень красивая птица!» Я вошел в спальню и закрыл дверь. Собравшиеся в комнате девицы победно улыбались, стоя среди обломков мебели и посуды. Они тяжело дышали, волосы их были растрепаны. Одна из девиц разорвала во время охоты платье, и теперь мало что из ее прелести оставалось доступным только воображением. Это ее, однако, не смущало, и она была еще более разгорячена, чем все остальные. От запаха одиннадцати видов духов, наполнявшего маленькую комнатку, у меня чуть не закружилась голова. Подойдя к кровати, я встал на четвереньки и заглянул под нее. Пока я рассматривал бихо, Паула и девицы окружили меня плотным кольцом, хихикая и источая удушающие ароматы. Под кроватью, покрытая пухом и пылью, стояла американская водяная курочка. Она тяжело дыхала, но все еще была полна воинственного пыла. Следующие пять минут мы ловили птиц. Паула и девушки зашли с противоположной стороны кровати и стали гнать оттуда водяную курочку, а я залез с полотенцем под кровать и пытался схватить ее. Первая попытка казалась неудачной, так как когда я хотел набросить на птицу полотенце, обнаружилось, что Паула, ничего не подозревая, стоит на нем. Не увенчалась успехом и вторая попытка, так как в решающий момент одна из девиц наступила мне на руку. На третий раз мне повезло, и я вылез из-под кровати с водяной курочкой, завернутой в полотенце и голосившей, что было мочи. Я пошел показывать свой трофей Джеки, а Паула со своей компанией принялась ликвидировать последствия хаоса, вызванного охотой за водяной курочкой. «Неужели из-за этого жалкого существа был поднят такой тарарам?» — удивилась Джеки, недовольно глядя на торчавшую из полотенца покрытую пылью голову водяной курочки. «Да, они охотились за ней в десяти дыром и не могли поймать. Забавно, правда?» «Мне кажется, ее и ловить-то не стоило», — возразила Джеки. «Это какая-то страшно скучная птица». Но Джеки была не права. Несмотря на вспыльчивый и неровный характер, водяная курочка обладала ярко выраженной индивидуальностью и вскоре стала одним из наших любимцев в лагере. Водяная курочка передвигалась почти таким же необычным и забавным способом, как и кориамы. Остановившись, она низко наклоняла голову, вытягивала шею и, близоруко щурясь, словно долговязая школьная учительница, которая подсматривает замочную скважину, не расшалились ли ее ученики. Затем, удовлетворившись увиденным, она выпрямлялась, три-четыре раза энергично встряхивала своим коротким заостренным хвостом и семенила к следующей замочной скважине. За привычку постоянно трясти хвостом ее прозвали трясохвосткой. Она без малейших колебаний пускала в ход свой длинный острый клюв, яростно набрасывалась на руки каждого, кто приходил чистить ее клетку. И эта работа была тяжелой и кропотливой. Помнится, в день поимки курочки я поставил ей в клетку большую жестяную банку из-под сигарет, наполненную водой. Как только банка оказалась в клетке, трясогуска подскочила к ней и ткнула в нее клювом. К нашему изумлению, клюв прошел сквозь жесть, как иголка сквозь материю. Птица забегала по клетке с банкой на клюве, и мне стоило большого труда поймать ее и снять с клюва банку. Мы посадили трясохвостку в клетку с деревянной решеткой, и она все время с надеждой высматривала из-за нее, изредка издавая угрожающие арк. В клетке над трясохвосткой жила любимица Джеки, птица, которую я в первый же день ее поступления назвал Дракула. Это был гололицый ибис, величиной с голубя, с короткими телесного цвета ногами и длинным изогнутым клювом того же цвета. Все тело ибиса было покрыто траурно-черным оперением. Лишь вокруг глаз и в основании клюва виднелся голый бледно-желтый кусочек кожи. На этом голом участке выделялись маленькие, круглые, печальные глаза, смотревшие перед собой затуманенным взглядом. Дракула был очень разборчивым едоком и приступал к трапезе только тогда, когда мясо подавалось мелко нарубленным и насыщенным водой. Если к его обычному рациону добавляли немного сырых мозгов, он приходил в восторг, часто и быстро погружал клюв в миску с едой и тихо довольно попискивал. Это была очень покладистая и милая птица. Но в том, с каким упоенным урчанием она поглощала кровянистую смесь из сырого мяса и мозгов, было что-то жуткое. В эти минуты Ибис напоминал вампира с наслаждением впивающегося в очередную жертву. Другой птицей, любившей мозги, был чернолицый Ибис, которого мы сокращенно называли Чли. Долгое время он процветал на мясной диете, пока мне не пришла в голову мысль побаловать его сырыми мозгами. Я убежден, что на воле Чли знать не знал этого лакомства, но здесь набросился на мозги так, как будто это была его излюбленная пища. К сожалению, он сразу же решил, что мясо для него слишком грубая еда и во все горло требовало мозгов при каждой кормежке. В то время как Дракула отличался хорошими манерами во время еды, Чли меньше всего заботился о приличиях. Он предпочитал стоять как можно ближе к миске с едой, а еще лучше забираться в нее и забрасывать мозгами себя и всю клетку с необузданностью сорванца, швыряющего на карнавале конфетив направо и налево. При этом Чли громко и торжествующе кричал «Бронк!», хотя клюв у него был набит до отказа. Раз в неделю мы устраивали для отресохвостки Дракулы и Чли рыбный день, чтобы они не отвыкали полностью от своей обычной диеты. Организовать это было довольно трудно, так как в Чако рыбу не едят и на базаре она не продается. Рано утром, вооружившись длинными толстыми лесками и страховидными зазубренными крючками, вполне пригодными для ловли акул, мы спускались к реке. Примерно в полумиле от поселка находилась старая пристань, которой давно уже никто не пользовался. Ее изъеденный червями остов был заселен пауками и другими насекомыми и покрыт сплошным ковром глинцевитых листьев вьюнка, разукрашенным розовыми колокольчикообразными цветами. Осторожно переступая по бревнам и стараясь не спугнуть крупных голубых ос, оборудовавших тут множество гнезд, мы постепенно подбирались к остаткам маленького причала, нависавшего над темной водой. Его хрупкие сваи были украшены листьями лилий. Примастившись на краю, мы насаживали на крючки наживку и бросали их в коричневую воду. Наше занятие не заслужило названия рыбной ловли, так как река буквально кишела пираями, и они немедленно поднимали лихорадичную возню вокруг кусочка окровавленного мяса, наперебой стремясь попасть на крючок. Тут же не могло идти речи о спорте, так как в успехе сомневаться не приходилось. Подобные вылазки позволяли нам сидеть на пристани и любоваться чудесным видом на реку, причудливыми изгибами, уходившую на запад. Закаты же были так великолепны, что даже москиты, тучами осаждавшие нас, не могли отравить нам удовольствие. Кончался второй месяц нашего пребывания в Пуэрто-Кассадо. Рафаэль должен был оставить нас и вернуться в Буэнос-Айрес. Вечером, накануне его отъезда, мы отправились на рыбную ловлю и были вознаграждены зрелищем такого изумительного заката, какого мне еще ни разу не приходилось видеть. Где-то на севере, в огромных бразильских лесах, прошли дожди, и вода в реке заметно прибыла. Безоблачное бледно-голубое небо сияло, словно хорошо отполированная бирюза. По мере того, как солнце садилось, оно из желтого становилось темно-красным, почти вишневым. Темные воды реки мерцали, словно гладкая шелковая лента, положенная между берегов. Коснувшись горизонта, солнце как будто застыло на месте, и на бескрайнем чистом небе откуда-то появились три маленькие тучки, словно состоявшие из черных мыльных пузырей с кроваво-красной каемкой. Они, как по команде, поднялись над горизонтом и занавесом скрыли от нас солнце. Потом из-за поворота реки показались плавучие островки из водяных лилий, вьюнка и травы. Обившихся вокруг разбухших в воде стволов деревьев из далеких лесов. Их несло течением сверховьев реки. В наступивших сумерках река казалась серебристо-белой, и сотни островков стремительно и беззвучно проносились мимо нас к далекому океану. Одни из них были не больше шляпы, другие представляли собой прочно сплетенные циновки величиной с комнату, и каждый нес на себе груз семян, побегов, луковиц, пиявок, лягушек, змей и улиток. Мы наблюдали за этой необычной флотилией до тех пор, пока стало совсем темно, и на реке ничего уже нельзя было различить. Мы догадывались о продолжающемся движении множества островков лишь по мягкому шуршанию листьев и травы, когда один из них задевал за свои причала. Вскоре, искусанные комарами и окочневшие, мы молча направились к поселку. Требяные островки, вероятно, всю ночь плыли по реке, но наутро ее гладь была такой же пустынной, как обычно. Глава 8 Четырехглазые птицы и анаконда Однажды утром наша коллекция пополнилась животным, возвестившим о своем прибытии за полмили от лагеря. Я увидел индейца, который бежал по дороге к поселку и одной рукой придерживал на голове большую соломенную шляпу, а другой прикрывал довольно потрепанную плетеную корзину. Сидевшее в корзине существо, негодуя на такое ограничение его свободы, издавало низкие протяжные звуки, как будто кто-то пытался исполнить сложнейшую фугу Баха на старом автомобильном рожке. Индеец подбежал ко мне, поставил корзину к моим ногам, отошел немного назад, снял шляпу и широко улыбнулся. — Бенус Диас, сеньор! — Добрый день, сеньор! Я принес животное, сеньор, очень красивую птицу. Я терялся в догадках, какая птица могла издавать такие необычные органные звуки. Стоявшая на земле корзина покачнулась, и яростные крики раздались вновь. Заглянув в корзину, я встретился взглядом с парой холодных, как у рыбы, светло-желтый глаз, смотревших на меня сквозь легкую плетеную крышку. Я наклонился, отвязал крышку и слегка приоткрыл ее, чтобы лучше рассмотреть пленника. Я успел лишь мельком увидеть клубок рыжевато-коричневых перьев, как вдруг в щелку между крышкой и корзиной выскочил длинный зеленый кинжалообразный клюв, вонзился на полдюйма в мой большой палец и тут же спрятался обратно. Привлеченный моими воплями и последовавшим потоком ругательств, на сцене появилась Джеки и спокойно спросила, кто на этот раз меня укусил. «Выпь!» — произнес я невнятно, облизывая рану. «Я знаю, что тебя укусили, дорогой, но кто?» «Меня укусила выпь!» — объяснил я. Джеки изумленно уставилась на меня. «Ты шутишь?» — спросила она наконец. «Нет. Эта проклятая птица действительно укусила меня. Вернее, не укусила, а клюнула. Это тигровая выпь!» «А может, это ягуаровая выпь?» — вкратчиво спросила Джеки. «Сейчас не время для глупых шуток!» — свирепо отрезал я. «Лучше помоги мне вынуть птицу из корзины, что я хочу взглянуть на нее!» Джеки присела и откинула крышку, и снова наружу выскочил зеленый клюв. Но на этот раз я был уже подготовлен и быстро зажал клюв большим и указательным пальцами. Птица оглушительно запротестовала, начала отчаянно биться в корзине, но я просунул руку внутрь, крепко схватил ее за крылья и вытащил. Увидев птицу, Джеки прямо-таки ахнула, так как тигровая выпь, несомненно, одна из наиболее красочных болотных птиц. «Представьте себе маленькую, слегка сгорбленную цаплю с серовато-зелеными ногами и клювом. Оперение у нее светло-зеленое, испечренное чудесными оранжевыми и черными пятнами и полосами, напоминающими тигровую шкулу. Вся птица пламенеет, словно маленький костер». «Ну разве это не прелесть?» — воскликнула Джеки. «Какое роскошное оперение!» «Джеки, придержи ее за ноги, я хочу осмотреть крыло. Оно как-то странно свисает». Джеки схватила птицу за ноги, а я провел рукой по нижней части левого крыла и примерно посредине главной кости обнаружил зловещую опухоль, которая обычно сопровождает перелом кости. Я щупал пальцами это место и осторожно покачал крыло. Действительно, кость была сломана, но к своему облегчению я обнаружил, что перелом был чистый, без осколков. «Что-нибудь не в порядке?» — спросила Джеки. «Да, перелом крыла, и довольно высоко. Хорошо, хоть перелом чистый. Какая жалость! Такая очаровательная птица! Неужели ей ничем нельзя помочь?» «Попробуем вылечить ее. Ну ты и сама знаешь, как относятся эти глупые создания к перевязкам и всему прочему. Но все равно попробуй спасти ее, она этого стоит». «Хорошо. Пойди принеси деньги, а я попытаюсь объясниться с этим человеком». Джеки ушла, а я принялся медленно и сложно объяснять индейцу, что у птицы сломано крыло. В конце концов он понял и в знак согласия печально закивал головой. Затем я попытался втолковать ему, что заплачу сейчас лишь половину цены за птицу, а вторую половину отдам через неделю, если к тому времени птица будет еще жива. Это была очень сложная задача, мне пришлось пустить в ход все свои скудные познания в испанском языке. Обычно, когда я говорю на чужом языке, я широко использую жестикуляцию, восполняя движениями рук недостающие слова. Но сейчас, прижимая к груди разъяренную выпь, я был лишен такой возможности, потому что одной рукой держал птицу, а другой зажимал ее клюв. Мне приходилось повторять каждую фразу по два-три раза, прежде чем индейец схватывал смысл. Наконец он меня понял и энергично закивал головой. Мы оба заулыбались друг другу, слегка поклонились и забармотали. «Грация, грация, спасибо». Внезапно индейцу пришло в голову спросить, сколько же я собираюсь ему заплатить. Этот простой вопрос погубил меня. Недолго думая, я отпустил клюв в выпи и поднял руку, чтобы показать на пальцах нужное число. Выпь только и ждала этого, и поступила так, как поступает в борьбе все ее сородичи. Подняв голову, она нацелилась клювом в мой глаз и нанесла стремительный удар. По чистой случайности я успел вовремя откинуть голову и спасти глаз, но все же клюв ударил меня в левую ноздрю, и кончик его дошел почти до переносицы. Те, кого не клевала в нос тигровая выпь, вряд ли могут себе представить силу удара и боль, которую он вызывает. Мне показалось, будто лошадь ударила меня копытом по лицу. Я отшатнулся, ослепленный болью и оглушенный ударом. Все же я сумел уклониться от второго удара. Кровь фонтаном брызнула у меня из носа и залила одежду. Выпь и бросившегося на выручку индейцев. Передав ему птицу, я пошел домой лечиться. Джеки пустила в ход влажное полотенце, вату, борную кислоту, одновременно и ругая, и жалея меня. «А что, если бы она попала тебе в глаз?» спросила Джеки, вытирая у меня с губ и щек запекшуюся кровь. «Страшно подумать. Клюв у Вэпи больше шести дюймов длины. Если бы она с такой силой ударила меня в глаз, он, наверное, прошел бы прямо в мозг». «Ну что ж, быть может, это послужит тебе уроком на будущее», сурово ответила Джеки. «На вот, прижми ватку к носу, кровь еще идет». Я снова вышел во двор, выглядя как одна из тех мрачных афиш, призывающих не производить вивисекции над животными, и закончил разговор с индейцем. Потом я посадил КВЭП в клетку и отправился за медицинскими инструментами и медикаментами, необходимыми для операции крыла. Прежде всего я вырезал из мягкого дерева два лупка, обмотал их ватой и закрепил их бинтом. Затем мы подготовили операционный стол, приспособив под него большой ящик и выложили на него бинты, ножницы и бритву. Надев плотные перчатки, я пошел за пациентом. Когда я открыл дверцу клетки, выпь бросилась на меня, но я схватил ее за клюв и вытащил наружу, не обращая внимания на протестующие крики. Мы обмотали ей ноги и клюв бинтами и положили на стол. Джеки на всякий случай придерживала птицу за ноги и клюв, а я приступил к операции. Для начала я выстриг все перья на крыле, чтобы было удобнее накладывать шины, а также для того, чтобы уменьшить вес крыла. Когда крыло было выстрижено до гола, я осторожно подвел под него шину, так, чтобы место перелома пришлось посредине. Затем началась самая трудная и ответственная часть работы. Нащупав оба конца кости, я подогнал их один к другому, осторожно повертывая и вытягивая. Придерживая их в таком положении большим пальцем, я наложил вторую шину, а затем мы обмотали крыло длинным бинтом и крепко притянули к туловищу перевязью, чтобы шины и бинты своей тяжестью не оттянули крыла вниз и не вызвали расхождение концов сломанной кости. После этого пациент был водворен в свою клетку и получил миску рубленого мяса и банку свежей воды. Остаток дня выпь вела себя вполне прилично. Съела всю пищу и почти все время стояла в одном положении, не пытаясь высвободить крыло. Словом, вела себя так, будто уже не первый год жила в неволе. Большинство диких животных весьма нетерпимы по отношению к бинтам, лупкам и прочим медицинским хитростям, и как только чувствуют их на себе, всеми силами стараются от них освободиться. У меня уже был печальный опыт оказания первой помощи птицам и млекопитающим, поэтому спокойное философское поведение тигровой выпи после операции приятно удивило меня. «Наконец-то», — думал я, — «мне попалась разумная птица, понимающая, что мы перевязали ее для ее же собственной пользы». Но как вскоре выяснилось, я поспешил с выводами. На следующее утро, во время обхода лагеря, Джеки заглянула в клетку выпи и испуганно вскликнула. «Скорее иди, посмотри на эту глупую птицу!» — позвала она меня. «Что с ней такое? Она сорвала с себя все бинты! Кажется, ты вчера вечером слишком рано радовался!» Тигровая выпь мрачно стояла в углу клетки, саркастически глядя на нас бронзово-желтыми глазами. «Вчера вечером, очевидно, многое хорошо поработало, сдирая бинты с крыла. Но она не учла одного. Внутренняя поверхность ее клюва была слегка зазубрена, как у пилы. И зазубрины эти своими остриями были направлены к основанию клюва. Такие зубы позволяют удержать только скользкое тело рыбы и направить его в нужную сторону. Все это очень хорошо при рыбной ловле, но при разматывании бинтов такое устройство клюва создает большие неудобства, так как бинты застревают на зазубринах. Выбь стояла перед нами с клювом, на котором было намотано фунтов 12 бинта, свисавшего вниз самыми причудливыми гирляндами и напоминало измученного, мрачного Деда Мороза, борода которого растрепалась и сбилась на сторону после получасовой раздачи подарков. Когда мы расхохотались, она возмущенно взглянула в нашу сторону и глухо прокричала что-то сквозь забитый бинтами клюв. Пришлось вытаскивать выпь из клетки и в течение получаса извлекать пинцетом застрявшие в клюве бинты. К счастью, птице не удалось сбить шины и сломанная кость удерживалась в прежнем положении. Мы снова перевязали выпь, и у нее при этом был такой покаянный вид, что мне показалось, будто полученный урок пошел ей впрок. Но на следующее утро бинты были снова сорваны и петлями свисали с клюва, и нам снова пришлось перевязывать ее. Но все было напрасно. Каждое утро мы застывали выпь с длинной белой бородой. Мне остачерчало перевязывать эту проклятую птицу, заявил я на восьмое утро, когда мы с Джеки вытаскивали бинт из клюва. Мне тоже, но что делать? Мы расколуем уйму бинтов. Жаль, что мы не догадались захватить с собой лейкопластырь. А еще лучше пластырную повязку. Она бы обманула ее. Но больше всего меня беспокоит то, что все наши труды пойдут впустую. Скорее всего, кости под шинами сдвинулись, и крыло будет кривым, как крокетные ворота. «Ничего не поделаешь с философским спокойствием», ответила Джеки. «Остается лишь надеяться и ждать. Больше мы ничего не можем придумать». Итак, на протяжении трех нескончаемых недель мы каждое утро распутывали сорванные бинты и заново перевязывали тигровую выпь. Наконец, срок, необходимый для сращения кости, истек, и мы в последний раз удалили бинты с клюва птицы. Вооружившись ножницами, я принялся снимать шины. «Интересно, что получилось?» сказала Джеки. «Боюсь, что крыло напоминает теперь штопор», мрачно ответил я. Но когда шины были сняты, мы увидели здоровое и прямое крыло. Я с трудом верил своим глазам. Никаких следов перелома не осталось, только при тщательном обследовании можно было прощупать небольшое утолщение в том месте, где срослись кости. За время вынужденного безделья мышцы крыла утратили свою силу, и теперь, освобожденное от перевязи, оно заметно отвисало вниз. Однако не прошло и недели, как птица обрела свою прежнюю силу, и крыло пришло в нормальное состояние. В течение некоторого времени оно оставалось голым, но постепенно обросло перьями, и когда выпь налетала на миску с едой, щелкая клювом и размахивая крыльями, никто бы не мог сказать, что совсем недавно у нее было сломано крыло. Мы очень гордились выпью, так как она служила не только наглядным свидетельством нашего искусства в расхивании, но и подтверждением того, что даже в самых безнадежных случаях необходимо проявлять настойчивость и бороться до конца. Разумеется, мы не дождались от птицы благодарности, она по-прежнему нападала на нас при каждой кормежке, но косвенно она отблагодарила нас тем, что помогла встретить четырехглазую птицу и анаконду. Индеец, принесший тигровую выпь, не явился в назначенное время за второй половиной вознаграждения, что показалось не очень странным. Однако дней десять спустя он все же пришел и был искренне обрадован тем, что мы выходили птицу. Он сказал, что не мог прийти раньше, потому что пытался поймать для нас очень большую муй, муй гранде, как он выразился, и невероятно свирепую змею. Эта приснукающаяся самая большая из всех обитающих якова жила в болоте невдалеке от его дома и дважды за последние три месяца наведывалась в его курятник. Каждый раз индейец преследовала до болота, но она исчезала. В прошлую ночь змея в третий раз наведалась к нему и теперь он точно знает, куда она спряталась, чтобы переварить добычу. Не захочет ли сеньор неуверенным тоном продолжал индейец отправиться вместе с ним ловить змею? Сеньор ответил, что это доставит ему огромное удовольствие и мы договорились о том, что на следующее утро индейец зайдет за нами и поведет к тому месту, где залегла змея. Я чувствовал, что предстоящая охота и, как я надеялся, поимка анаконды, ибо речь шла явно о ней, явится превосходным сюжетом для киносъемки, поэтому я заказал на следующее утро повозку, запряженную валами, чтобы посадить в нее джеки с кинокамеры. Эти повозки снабжены громадными колесами около 7 футов в диаметре, благодаря чему повозка проходит по болотам, где все другие виды транспорта застревают. Количество валов, запрягаемых повозку, зависит от перевозимого груза. Передвигаются такие повозки медленно, ездить на них неудобно, но только с их помощью можно проникнуть в заболоченные районы, недоступные для любых других экипажей. И вот на следующее утро мы с позаранку отправились в путь. Я и индей сверху на лошадях, а джеки на повозке, запряженной двумя валами с затуманенным взглядом и стоическим характером. Нам пришлось ехать гораздо дольше, чем я предполагал. Я надеялся добраться до болота раньше, чем солнце поднимется высоко над горизонтом. Но в десять часов утра, когда уже стало жарко, мы все еще пробирались по заросшей колючим кустарникам равнине. Скорость движения нашего маленького каравана целиком определялась валами. Они шагали мерной, неторопливой походкой, и хотя лошади могли идти в два раза быстрее, мы приноравливались к их темпу. Наш путь пролегал по сухой и пыльной местности, и нам приходилось все время ехать бок о бок с повозкой. Если бы мы ехали позади, то задохнулись бы в клубах поднимаемой валами пыли, а если бы ушли вперед, сидевшие в повозке задохнулись бы от поднимаемой нами пыли. Вокруг было множество птиц, особенно оживленно суетившихся в этот ранний утренний час. Черта, присущая всем птицам в мире. Кукушки гуира стайками кормились в низком кустарнике рядом с тропой, оживленно чирикая и переговариваясь друг с другом. Они подпускали громыхавшую повозку футов на шесть, а затем дружно срывались с места и с возбужденным щебетом, словно стая бумажных голубей, устремлялись вперед и садились ярдых в двадцати от места взлета. Среди ветвей высоких Пало Бораччо прыгали и шныряли пять туканов. С ветвей, серебристо мерцая, словно водяная пыль, свисали плетьи мха. Туканы испытующе рассматривали нас, выставив вперед большие блестящие клювы и издавая тонкие пронзительные крики. Почти на каждом пне или любом другом возвышении виднелся маленький белый цветок вдовушка бентеви со слепительно белой грудкой. Время от времени они взлетали словно снежинки, ловко хватали клювом насекомое и трепыхая изящными черными крылышками возвращались на место. В одном месте наш путь пересекла кориама. На мгновение она застыла, приподняв одну ногу и с аристократическим высокомерием разглядывая нас. А затем, решив, что мы не представляем для нее никакого интереса, заторопилась дальше, словно опаздывая на какой-то прием. Вскоре лес споредел. И повсюду заблестела, замерцала вода. Ибисы, аисты и цапли парами прогуливались по густой высокой траве, словно степенные монахи в монастырском саду. Впереди показалась маленькая хижина, жилище нашего проводника, но чтобы достичь ее, нужно было пересечь нечто вроде небольшой равнины, которая оказалась заросшим травою болотом. Мы вошли в него и уже через несколько ярдов лошади и волы брели по брюху в воде. Волы, обладая короткими крепкими ногами, чувствовали себя довольно сносно и цепкие корни растений не мешали им продвигаться вперед. Они брели по воде с такой же скоростью, как и по суше, уверенно прокладывая себе дорогу, сминая и раздвигая густую траву. Лошадям пришлось хуже. Длинные стебли водяных лилий на каждом шагу объявались у них вокруг ног, а они то и дело спотыкались. Как только мы выбрались на противоположную сторону, лошади с явным облегчением стряхнули с ног опутавшие их растения меж тем, как волы продолжали шагать украшенной живописными венками стеблей и листьев лилий. Когда мы подъехали к хижине, жена индейца уговорила нас немного отдохнуть и выпить чашку матэ. После утомительного путешествия по жаре мы с удовольствием посидели в тени минут десять. Нам с Джеки матэ подали в чашках, остальные пили из одного горшка при помощи трубок. Распоряжалась горшком маленькая девочка, торжественно передававшая его по очереди каждому из присутствующих. Отдохнув и подкрепившись, мы поблагодарили хозяйку за гостеприимство и отправились на охоту. Я жестоко ошибался, думая, что самая тяжелая часть маршрута осталась позади. Следующий час потребовал чудовищного напряжения сил. Наш путь пролегал по большому болоту со всех сторон окруженному лесом, и ни единое дуновение ветерка не смягчало палящего зноя солнечных лучей. Болото было глубоко, вода доходила до осей повозки, и так густо заросло травой и водяными лилиями, что даже валам было трудно идти. Это водное пространство было громадным питомником комаров самых различных видов и размеров. Они поднимались перед нами в таких количествах, что, казалось, мы смотрим через полупрозрачную завесу из переливающихся радужным блеском крыльев. Комары налетали с пронзительным радостным южанием и облепляли нас, словно корка, наполовину утопали в нашем поту, но все равно со свирепой настойчивостью сосали из нас кровь. Первые несколько минут мы лихорадочно давили их, но потом впали в какой-то гипнотический транс, предоставив им набиваться досу, потому что убив одним ударом сотню комаров, вы освобождали место для миллионов других. Вскоре сквозь зыбкую пелену комаров я увидел небольшой островок площадью около двухсот квадратных футов, поднимавшийся над сплошным ковром водяных растений. Островок был покрыт густым, тенистым лесом и показался мне прекрасным местом для отдыха. Наш проводник вероятно тоже подумал об этом, он повернулся в седле, небрежным движением смахнул с лица комаров и показал в сторону острова. Сеньор, бьену, хорошо, да? Си-си, прекрасно! Немедленно согласился я и, повернув обратно, подъехал к повозке, на которой тянулся длинный хвост вырванных растений. Джеки сидела сзади, нахлобучив на голову огромную соломенную шляпу и спрятав лицо под шарфом, обернутым спросил я. С под шарфа на меня мрачно взглянул один глаз, затем Джеки размотала шарф и открыла красное распухшее от укусов комаров лицо. Я бы очень хотела отдохнуть, с ожесточением прознесла она. Еще я очень хотела бы принять холодный душ, выпить холодного лимонада и иметь под руками около четырехсот тонн ДДТ, только едва ли все это осуществимо в данную минуту. Отдохнуть во всяком случае можно. Впереди небольшой островок, на нем можно посидеть. Где эта проклятая змея? Я не знаю, но проводник уверен, что мы найдем ее. Очень рада, что хотя бы он в этом уверен. Наш караван медленно выбрался из болота и вошел в сень леса. Пока мы с Джеки сидели и уныло чесались, оба индейца о чем-то долго разговаривали между собой. Затем наш проводник подошел и сказал, что по его расчетам змея должна быть где-то здесь, но по-видимому она уползла дальше, чем он предполагал. Он предложил нам подождать на островке, пока он осмотрит местность. Я выразил свое согласие, угостил его сигаретой, и он поехал дальше по болоту с комаров вокруг головы и плеч. Вздревнув немного и выкурив сигарету, я почувствовал прилив сил и отправился бродить среди кустов, надеясь найти каких-либо пресмыкающихся. Но вскоре я услышал громкий крик Джеки и помчался к ней. В чем дело, спросил я, иди сюда быстрее и сними ее с меня, отозвалась Джеки. Кого ее, переспросил я, пробираясь к ней сквозь кустарник. Джеки сидела за сученной штаниной, ее голени присосалась огромная пиявка, набухшая кровью и напоминавшая удлиненную винную ягоду. Черт возьми, воскликнул я, пиявка. Сама вижу, что пиявка, сними ее. Похоже на лошадиную, сказал я, опустившись на колени и разглядывая пиявку. Меня совершенно не интересует, к какому виду относится эта проклятая тварь, гневно воскликнула Джеки. Сними ее, ты же знаешь, что я терпеть их не могу. Я зажег сигарету и, раскурив ее, приложил раскаленный конец к раздовшемуся заду пиявке. Она отчаянно извивалась с минуту, но в конце концов отцепилась и упала на землю. Я наступил на нее, и она лопнула, словно резиновый шар, выпустив из себя фонтанчик крови. Джеки содрогнулась от отвращения. Посмотри, нет ли на мне еще других пиявок? Я внимательно осмотрел ее, но больше ничего не обнаружил. Непонятно, где ты ее подцепила, никого из нас они не потревожили. Сама удивляюсь, может, она упала с дерева, сказала Джеки, и, подняв глаза, стала осматривать ветви деревьев, словно рассчитывая увидеть на них полчища пиявок, собирающихся ринуться на нас. Неожиданно она замерла. Джерри, посмотри! Я поднял голову и увидел, что свидетелем происшествия с пиявкой оказался один из обитателей островка. Примерно на половине высоты дерева, под которым мы сидели, находилось небольшое дупло, и из его темной глубины выглядывало крохотное, величиной с полкроны покрытое перьями лицо с двумя большими золотистыми глазами. Около минуты оно испуганно смотрело на нас, а затем скрылось в дупле. Кто это? спросила Джеки. Это карликовая сова. Сбегай быстренько к ездовому и возьми у него мачете. Только ради Бога, быстрее и не рассказывай ему ничего. Пока Джеки ходила за ножом, я обошел дерево, проверяя, нет ли у дупла другого выхода, но не обнаружил его. Когда Джеки вернулась с мачете, я быстро срезал длинное тонкое деревце и снял себя рубашку. Что ты собираешься делать? Надо как-то заткнуть дупло, пока я не заберусь наверх, объяснил я, быстро скатывая рубашку в клубок и привязывая к вершине шеста. Осторожно подойдя к дереву с этой самодельной затычкой, я подвел ее к дуплу и резким толчком закупорил его. Держи так, пока я буду подниматься, сказал я Джеки, передал ей шест и, вскарабкавшись вверх по стволу дерева, неустойчиво сгромоздился на обломанный сук вблизи того места, где красовалась моя скомканная рубашка. Осторожно, не открывая входного отверстия, я просунул руку в дупло и начал его обшаривать. К счастью, оно оказалось совсем неглубоким, и я скоро почувствовал мягкие удары крыльев птицы. Я ухватил рукой туловище совы, оно было таким маленьким, что я даже усомнился, не принял ли я за сову какую-либо другую птицу. Но в этот момент маленький загнутый клювик больно вонзился в мой большой палец, и я понял, что не ошибся. Я вытащил из дупла руку, зажатую в ней зерошенной маленькой птичкой, возмущенно смотревшей на меня из моего кулака. «Поймал!» торжествующе крикнул я. В тот же момент сук, на котором я стоял, обломился, и я вместе со своей добычей полетел на землю. К счастью, я упал на спину, держа сову в вытянутой руке, так что для нее все обошлось благополучно. Джеки помогла мне встать, и я показал ей добычу. «Это птенец?» спросила она, зачарованно глядя на сову. «Нет, это просто карлик. Неужели это взрослая птица?» недоверчиво спросила Джеки, глядя на нахохлившуюся птичку-невеличку, которая сверкала глазами и щелкала клювом с забавным видом разгневанного лилипуда. «Да, это вполне взрослая птица. Это одна из самых маленьких сов в мире. А теперь достанем из повозки ящик и посадим ее туда». Мы поместили сову в ящик затянутой проволочной сеткой. Мохнатый клубочек перьев развернулся, и мы увидели, что сова имеет в длину около четырех с половиной дюймов. Издав тихое хриплое чириканье, птичка принялась приводить в порядок свое растрепанное оперение. Спинка и головка совы были ярко-темно-шоколадного цвета с крохотными серыми крапинками. Кремово-серая грудка была испещрена черными полосками. Погонщик Волов не меньше нас был очарован этой птичкой и принялся пространно объяснять мне, что местные жители называют этих сов четырех глазками. Меня это несколько озадачило, и тогда возщик постучал по деревянной стенке ящика. Когда сова опернулась на звук, я увидел у нее на затылке два серых кружка, отчетливо выделявшихся на темно-шоколадном оперении и действительно очень напоминавших пару широко раскрытых глаз. мы все все еще любовались совой, когда вновь появился проводник, весь мокрый и облепленный комарами. Он взволнованно сообщил нам, что нашел змею. До нее было примерно полмили. Она лежала на подстилке из водорослей, плававших на поверхности воды, почти у самого края болота. К ней нужно было подкрадываться незаметно, так как, обнаружив наше приближение, она успела бы доползти до ближайших деревьев, а искать анаконду в густых колючих зарослях почти безнадежное занятие. Мы отправились в путь, и когда по расчетам проводника были уже близко от змеи, велели погонщику взять правее к выбранному нами удобному наблюдательному пункту, а сами продолжали идти вперед. Здесь почти у края болото было довольно мелким, и не таким заросшим, но дно было неровное, и лошади все время спотыкались. Я понял, что если змея попытается спастись бегством, я не смогу преследовать ее верхом, так как скачка по такому болоту равносильно самоубийству. Таким образом, придется догонять змею пешком, и тут мне впервые пришла в голову мысль, а вдруг змея действительно так велика, как ее описывал наш проводник. К сожалению, змея заметила нас раньше, чем мы ее. Проводник внезапно вскрикнул и вытянул руку вперед. В футах в пятидесяти от нас на разводе между двумя огромными врахами плавучих растений я увидел зигзагообразную рябь, быстро движущуюся по направлению к лесу. Произнеся краткую молитву, чтобы змея оказалась не настолько велика, чтобы с ней не мог справиться один человек, я бросил по воде моего коня проводнику, схватил мешок и спрыгнул в тепловатую воду. Двигаться по колено в воде трудно при любых условиях, а в разгар тропического дня это вообще одно из тех безрассудств, которые может себе позволить только зверолов. Я сжал изо всех сил, пот лил с меня так, что даже комары не рисковали садиться на мое лицо, между тем зигзагообразная полоса рябь быстро приближалась к берегу. Я был в футах в тридцати от берега, когда глинцевитая черно-желтая анаконда выбралась из воды и начала уползать в высокую траву. Сделав отчаянный рывок, я запутался в стеблях водяных растений и упал лицом в воду. Когда я снова встал на ноги, анаконда уже исчезла. Проклиная все на свете, я вышел на берег и побрел в том направлении, куда уползла змея, надеясь найти ее последовательно траве. Не успел я пройти и шести футов, как из небольшого куста ко мне метнулась тупая голова с разинутой пастью. Я отскочил от нее как ошпаренный. Под кустом лежала анаконда, пятнистое туловище, которое так удачно сливалось с окружающим фоном, что в первый момент я просто не заметил ее. После сытного обеда змеи, вероятно, было так же трудно передвигаться по болоту, как и мне, и, добравшись до травы, она решила отдохнуть. Лишь когда я почти наступил на нее, она вынуждена была начать борьбу. Почти в каждой книге о Южной Америке автор рано или поздно, а в некоторых книгах в каждой главе, сталкивается с анакондой. В этих описаниях анаконда обычно достигает длину от 40 до 150 футов, несмотря на то, что крупнейшая анаконда, которая когда-либо была достоверно измерена, не превышала 30 футов. Анаконда обязательно нападает на автора. На протяжении трех-четырех страниц он вырывается из ее мощных объятий, покуда не схитряется пристрелить ее из своего верного револьвера, либо ее закалывает копьем его верный индейец. Ну а теперь, рискуясь заслужить репутацию либо шарлатана, либо чудовищной скромности человека, я должен описать и свою собственную схватку с анакондой. Начать с того, что анаконда кинулась на меня, довольно вяло. Она вовсе не собиралась бросить мне вызов на смертный бой, а лишь метнулась ко мне с разъянутой пастью в слабой надежде на то, что я испугаюсь и оставлю ее спокойно переваривать курицу. Сделав этот выпад и подтвердив установившуюся за ее родом репутацию свирепости и воинственности, анаконда свернулась под кустом в тугой узел и теперь лежала тихо и я бы сказал жалобно шипя. Тут мне очень пригодилась бы какая-нибудь палка, но до ближайших кустов было довольно далеко, а я боялся оставить змею. Несколько раз я махал мешком перед ее головой, рассчитывая на то, что анаконда бросится на него, ее зубы застрянут в ткани. Этот способ я не без успеха применял ранее при ловле змеи, но анаконда лишь спрятала голову под свои кольца, да зашипела чуточку погромче. Я решил, что не сумею обойтись без посторонней помощи и, огорнувшись, начал отчаянно размахивать руками, подзывая проводника, стоявшего с лошадьми посреди болота. Сперва он не хотел подходить ближе и только приветливо махал рукой в ответ, но увидев, что я начинаю сердиться, направился с лошадьми в мою сторону. Снова повернувшись к кусту, я увидел лишь, что хвост зловредной, свирепой и страшной анаконды поспешно скрывается в траве. Мне осталось только подбежать к змее, схватить ее за конец хвоста и оттащить на прежнее место. Теперь, по всем правилам, анаконде следовало обвиться вокруг меня и начать душить своим мускулистым телом. В действительности же она снова свернулась в клубок, издавая тихое жалобное шипение. Накинув ей на голову мешок, я схватил анаконду сзади за шею. На этом борьба фактически закончилась. Змея лежала совершенно спокойно, изредка подергивая хвостом и тихо шипя. Тут подоспел проводник и справиться с ним оказалось труднее, чем со змеей. Он отнюдь не горел желанием помочь мне, а спорить с человеком одновременно удерживая змею не очень-то легко. В конце концов я заверил его, что не позволю змее причинить ему вред, и тогда он смело взял мешок и держал его на весу, пока я заталкивал змею внутрь. Удалось тебе что-нибудь заснять? спросил я Джеки, когда мы вернулись к повозке. Думаю, что да, хотя снимать пришлось через завесу комаров. Много вы с ней возились? Нет, не очень. Анаконда вела себя лучше, чем наш проводник. А большая она? В видеоискателе она показалась неогромной, я даже решила, что тебе не справиться с ней. Она не особенно велика, так, средних размеров, футов восемь, а может и того меньше. Повозка и лошади медленно тащились по болоту, на листьях водяных растений уже лежали красноватые отблески заката. Над нашими головами проносились огромные стаи чернохвостых попугайчиков, словно охваченных приступом истерии, который обычно наблюдается у попугаев перед тем, как они устраиваются на ночлег. Большими беспорядочными группами летали они взад-вперед с громкими пронзительными криками, между тем, как солнце опускалось в лимонно-желтую муть за облаками. Домой мы вернулись к восьми часам, усталые, искусанные комарами и обгоревшие на солнце. После душа и ужина мы снова почувствовали себя людьми. Карликовая сова съела четырех жирных лягушек, сопровождая трапезу забавным восторженным писком, напоминающим мягкое стрекотание сверчка. Анаконда, поглощенная перевариванием пищи, не возражала против того, чтобы ее измерили. От головы до кончика хвоста в ней оказалось девять футов и три дюйма. Глава девятая Сара Хагерзак Наряду с маленькими крикливыми длиннохвостыми попугайчиками, самыми шумными и нахальными представителями птичьего населения нашего лагеря были две чубатые сойки. При некотором сходстве с обычными сойками они отличаются от последних меньшими размерами и более хрупким сложением. Но на этом сходство кончается, так как чубатые сойки обладают длинными, как у сорок черно-белыми хвостами, у них темные бархатистые спинки и светлые розовато-желтые грудки. Расцветка головы у них тоже очень своеобразная. На обу торчмя стоят короткие черные пушистые перья, глядя на которые, что птичку только что специально подстригли ежиком. Сзади на затылке перья беловато-голубые, гладко прилизанные и производят впечатление небольшой лысины. Над блестящими озорными золотистыми глазами нависают густые брови, яркие светло-голубые перья, придающие птицам удивленное выражение. Сойки были убежденными скопидомами. Их девизом было запас кармана не дерет. Любая другая птица, если ей положить больше рубленого мяса, чем она в состоянии съесть, беззаботно разбросает остатки по всей клетке. Не так поступают сойки. Все, что они не могут съесть сразу, они тщательно до последнего кусочка собирают и складывают в банке для воды. По какой-то неизвестной нам причине, они решили, что банка для воды служит самым подходящим местом для хранения запаса в продовольстве. И мы никак не могли их в этом разубедить. Я пытался ставить им две банки для воды, с тем, чтобы одной они пользовались по назначению, а в другую складывали мясо. Это привело их в восторг, и они начали быстро наполнять мясом обе банки. Кроме того, сойки запасались земляными орехами, которые они очень любили. В их клетке были щели и выемки, очень удобные для хранения земляных орехов, если не считать того, что орехи были слишком велики и не влезали в них. Сойки брали орех, взбирали с ним на жердочку каким-то очень остроумным способом, прижимали его лапкой и наносили несколько сильных ударов клювом, пока орех не раскалывался. После этого они загоняли куски ореха в щели. Если некоторые куски оказывались слишком большими, вся операция повторялась сначала. То же самое они проделывали и тогда, когда ели земляные орехи. При этом, расколов орех, они тщательно собирали все кусочки и клали их минут на десять в банку с водой, чтобы немного размягчить. Одной из самых приятных особенностей соек была их исключительная разговорчивость. Они все время о чем-то говорили и всегда приглушенными голосами. Они могли сидеть часами на жердочках, глядя друг на друга с высоко задранными бровями и ведя оживленную беседу при помощи разнообразных сочетаний пронзительных криков, хриплых звуков, трелей, кудахтанья и тявканья. И удивительно было, как много чувства и выражения вкладывали сойки в эти звуки. Они были превосходными подражателями и в течение нескольких дней включили в свой репертуар лай собак, торжествующее кудахтанья несущихся кур, пение петухов, пронзительные крики енота-пу и даже металлический стук молотка Юлия Цезаря Центуриана. Покончив завтраком, сойки принимались сплетничать, и из их клетки неслось такое обилие разнообразнейших звуков, словно там находились не две сойки, а два или три десятка птиц. За короткое время они научились подражать голосам всех обитателей нашего лагеря и явно гордились этим. Но с появлением в лагере Сары Хагерзак к общему хору присоединился новый голос, который сойкам при всем их старании так и не удалось воспроизвести. Однажды после полудня Паула вошла в нашу комнату с подносом в руках вдвое быстрее обычного. Едва не облив меня горячим супом, она стала умолять поскорее пройти на кухню. Какой-то индейец принес туда пиху очень большого и страшно свирепого. Нет, она не знает, что это за пиха, он сидит в мешке и она его не видела, но зверь все время рвет мешок и она опасается за свою жизнь. За дверью я увидел индейского юношу, присевшего на корточке и изжевавшего соломинку. Он смотрел на лежавший рядом с ним маленький мешок, который непрерывно ерзал по полу и время от времени издавал возмущенное фырканье. Единственным признаком, позволявшим догадываться о содержимом мешка, был большой загнутый коготь, высунувшийся наружу. Однако и это мне не помогло. Я не мог вспомнить зверя, который занимал бы так мало места в мешке и в то же время обладал бы таким длинным большим когтем. Я взглянул на юношу, он в ответ широко улыбнулся и энергично качнул головой с длинными прямыми черными как сажа волосами. Бьенус дед, сеньор! Добрый день, сеньор! Добрый день! У тебя какое-то животное? спросил я, показывая на танцующий мешок. Си-си, сеньор! Да, сеньор! Это очень красивый зверь! Серьезно ответил он. Я решил развязать мешок и посмотреть, что там находится. Но сперва нужно было выяснить, с кем я имею в дело. Я не хотел давать лишние шансы обладателю такого длинного когтя. Он злой? спросил я. Ноу! Ноу, сеньор! Нет! Улыбаясь, ответил индеец. Он ручной! Он маленький и совсем ручной! При моем знании испанского языка мне трудно было объяснить, что молодость зверя еще не говорит о его кротости. Большинство своих самых внушительных шрамов я приобрел от детенышей, на первый взгляд неспособных убить тараканов. Уповая на Бога и пытаясь вспомнить, где хранится пенициллиновая мазь, я схватил ерзающий мешок и развязал его. На несколько секунд все стихло. А затем между складками показалась длинная, изогнутая, вытянутая морда с маленькими, мягкими, шерстистыми ушами. Спрятанные в пепельно-сером мехе на меня взглянули два крохотных, затуманенных глаз, похожие на влажные черные смородинки. Последовала новая пауза. Затем на конце морды раскрылся маленький, четко очерченный рот, и из него аккуратно высунулся тонкий серовато-розовый язык. Он тут же спрятался обратно, рот раскрылся чуточку шире и издал звук, который не поддается описанию. Это было нечто среднее между рычанием собаки и хриплым мычанием теленка со слабым намеком на простуженный вой пароходной сирены во время тумана. Звук был таким громким и необычным, что Джеки с испуганным видом выскочила на веранду. К этому времени голова животного снова скрылась в мешке, и теперь оттуда тортел лишь кончик его носа. Джеки взглянула на мешок и нахмурилась. «Что это за штука там торчит?» спросила она. «Это кончик носа детеныша гигантского муравьеда», радостно отозвался я. «Это он так страшно кричит?» «Да, он только что приветствовал меня по обычаям, принятым у муравьедов». Джеки тяжело вздохнула. «Мало того, что нас весь день оглушают сойки и попугаи, теперь к ним добавится еще и этот фагот. Он будет спокойным жильцом, когда приживется у нас». Безответственно заявил я, и как бы отвечая мне, муравьед высунул голову из мешка и повторил свой сольный номер на фаготе. Я шире раскрыл мешок и заглянул внутрь. Меня породило, что столь маленькое существо, длина которого от изогнутого рыльца до конца хвоста не превышает двух с половиной футов, может издавать такие оглушительные звуки. «Да ведь он же еще совсем крохотный», изумленно сказал я. «Ему должно быть не больше недели от роду». Джеки подошла ближе, заглянула в мешок и замерла от восторга. «Ах, какая прелесть!» заварковала она, считая само собой разумеющимся, что перед ней самка. «Ах, ты моя маленькая! Рассчитайся скорее с хозяином, я возьму ее домой». Джеки подняла мешок и осторожно понесла его в комнату, оставив меня вдвоем с индейцем. Вернувшись домой, я попытался вытащить муравьеда из мешка, но это оказалось нелегкой задачей, так как длинные загнутые когти на его передних лапах вонзились в мешковину словно клещи. В конце концов, мы с Джеки совместными усилиями вытащили зверька. Впервые мне приходилось иметь дело с детенышем гигантского муравьеда. Я с удивлением обнаружил, что почти во всех отношениях он является копией взрослого животного. Основное различие заключается в том, что шерсть у детеныша была короткая, а на спине вместо гривы длинных волос торчала грядка редкой щетины. Хвост детеныша, напоминавший лопасть весла от каноэ, покрытую волосами, также не походил на огромный волосатый хвост взрослого муравьеда. К моему огорчению, средний большой коготь на левой лапе животного был сорван и висел на ниточке. Пришлось осторожно удалить его и продезинфицировать ранку на пальце. Муравьед отнесся к этой операции очень спокойно. Он лежал у меня на коленях, уцепившись одной лапой за брюки и терпеливо дожидался, пока мы обработаем другую. Я думал, что муравьеду предстоит до конца жизни ходить без большого когтя, но ошибся. Коготь постепенно начал снова отрастать. В мешке и у меня на коленях муравьед вел себя с большим достоинством и уверенностью. Но как только мы спустили его на пол, он с диким ревом начал беспорядочно кружиться и кружился до тех пор, пока не наснулся на ногу Джеки. С радостным криком он вцепился в нее и принялся карабкаться вверх. Так как брюки у Джеки были очень тонкие, зверек больно царапался, и нам стоило немалого труда отцепить его. Муравьед тут же прилепился, словно пиявка, к моей руке, и не успел я опомниться, как он забрался на мои плечи и улегся там наподобие лисьего воротника, свесив мне на грудь, с одной стороны свой длинный нос, а с другой стороны хвост, и вцепившись когтями в шею и спину, чтобы не упасть. Попытка снять его была встречена негодующим фырканьем. Зверек еще сильнее вонзил в меня когти, и это было так больно, что я решил оставить его в покое на время ленча. Пока я ел тепловатый суп, муравьед дремал у меня на плечах. Я старался не делать резких движений и не будить его, так как, испугавшись, он мог еще глубже вонзить мне в шею свои железные когти. Все осложнялось еще и тем, что Паула отказывалась заходить в комнату. Я не мог спорить с ней, так как любой неосторожный поворот головы подвергал серьезной угрозе мою яремную вену. Подкрепившись, мы предприняли новую попытку снять муравьеда с моих плеч, но после того, как он разорвал мою рубашку в пяти местах и поцарапал шею в трех, мы оставили его в покое. Трудность состояла в том, что как только Джеки удавалось отцепить одну лапу и она переходила к другой, муравьед немедленно возвращал первый в прежнее положение. Я начинал чувствовать себя Синдбадом, которого оседлал хромой старик. Внезапно мне пришла в голову мысль. Набей мешок травой, дорогая, и когда отцепишь одну лапу, положи ее на мешок. Эта простая уловка дала блестящие результаты, и мы спустили на пол набитый травой мешок, на котором крепко уцепился муравьед с блаженным выражением на морде. «Как мы назовем ее?» спросила Джеки, обрабатывая мои боевые раны. «Как тебе нравится Сара?» предложил я. «Мне кажется, что это имя к ней подходит. Давай назовем ее Сара Хагерзак». Итак, Сара Хагерзак вошла в нашу жизнь. Она оказалась на редкость очаровательным, милым существом. До встречи с нею мне уже приходилось иметь дело с гигантскими муравьедами. Я поймал несколько взрослых животных во время поездки в британскую гвиану, но никогда не обнаружил в них ни особенного интеллекта, ни яркой индивидуальности. Сара вынудила меня изменить мое мнение. Прежде всего, она оказалась исключительно голосистой и без малейших колебаний начинала кричать во все горло, если ей что-либо не нравилось. Между тем, как взрослые муравьеды обычно очень молчаливы и лишь изредка позволяют себе издавать тихое шипение. Стоило запоздать с кормежкой или отказать зверьку в ласке, когда он это требовал, и муравьед добивался своего одной только силой своих легких. Хотя я не мог преодолеть соблазн приобрести детеныша муравьеда, я покупал его с тяжелым сердцем, так как даже взрослые муравьеды, соблюдающие и на воле очень строгую диету, с большим трудом привыкают к той пище, которую им дают в зверинцах. Попытка выходить детеныша муравьеда, которому исполнить всего одна неделя, сулила, мягко говоря, мало надежды на успех. С самого начала пошли затруднения с кормлением. Соски, которыми мы располагали, оказались слишком велики для крохотного рта Сары. Паула приступила к лихорадочным поискам и нашла у кого-то в поселке потертую соску. Соска была тех же размеров, что и наша, но от длительного употребления сделалась мягкой, и Сара сумела к ней приспособиться. Она так привязалась к этой соске, что когда впоследствии у нас появилась возможность предложить ей другую, она требовала старую. Она сосала ее с таким ожесточением, что соска из ярко-красной сделалась бледно-розовой, а потом и вовсе белой. Она стала настолько дряблой, что уже не держалась на горлышке, а отверстие в ней до того расширилось, что молоко лилось теперь в горло Сары не маленьким ручейком, а обильной струей. Нам очень повезло, что Сара прибыла в лагерь в младенческом возрасте, и мы могли изо дня в день наблюдать за ее развитием. Наблюдая ее, я узнал многое нового о образе жизни муравьедов. Большой интерес представляют когти муравьеда. Его передние лапы устроены таким образом, что при ходьбе животное опирается на суставы пальцев, а два больших когтя торчат внутрь. Назначение этих когтей состоит прежде всего в том, чтобы разрывать муравейники и добывать пищу. Я видел так же, как взрослые муравьеды используют когти в качестве расчески. Сара на первых порах использовала свои когти только для того, чтобы цепляться ими. Самки муравьедов носят своих детенышей на спине. Взрослое животное с лапами, снабженными длинным когтем, отогнутым назад, наподобие лезвия перочинного ножа, обладает удивительной цепкостью. И я нисколько не удивлялся тому, что раз уж Сара во что-нибудь вцеплялась, ее просто невозможно было оторвать. Я уже говорил, что при малейшем движении предмета, на котором она сидела, Сара вцеплялась в него еще сильнее. Надо полагать, что ношение детенышей на спине связано для самок муравьеда с большими неприятностями. Сара использовала когти и во время еды. Когда она сосалась с бутылки, ей очень нравилось обхватить одним когтем мой палец, а другой поднять кверху в приветственном жесте. Время от времени, примерно каждые 15 секунд, она опускала коготь и прижимала им соску. Мне каждый раз казалось, что соска вот-вот прорвется, но я никак не мог отучить Сару от этой привычки. Стало быть, самка муравьеда страдает от когтей своего детеныша не только тогда, когда он сидит у нее на спине, но и во время кормления. Некоторое представление о силе, которой обладали лапы зверька, можно получить из следующего примера. Однажды я вложил в переднюю лапу пустую спичечную коробку, и когда Сара слегка сжала ее, коготь протнул коробку насквозь, а при полном сжатии она была смята в лепешку. И вот что удивительнее всего, я положил коробку не плашмя, а стоимя, и раздавить ее было нелегко. При выкармливании детенышка, дикого животного, самое трудное бывает обычно первая неделя. Даже в тех случаях, когда он ест хорошо, трудно сразу установить, усваивает ли он молоко, которое он получает. Поэтому первые семь дней необходимо внимательно следить за работой кишечника животного и проверять, нормально ли переваривается пища. Понос или запор свидетельствует о том, что пища либо слишком обильна, либо не содержит достаточного количества питательных веществ, и в обоих случаях необходимо соответственно менять диету. В первую неделю Сара доставила нам немало хлопот. Она ходила мало и круто, но больше всего нас огорчало то, что она облегчалась лишь раз в два дня. Решив, что молоко, которое мы даем недостаточно питательно, я увеличил в нем содержание витаминов, но и это ничего не дало. Мы стали чаще кормить ее, но она упорно продолжала придерживаться в 48-часовых интервалах. Тогда мы решили, что запоры связаны с недостатком физических упражнений, хотя в естественных условиях, сидя на спине матери, маленький муравед едва ли много двигается, разве что в то время, когда мать добывает пищу. И вот мы с Джеки стали ежедневно по полчаса медленно гулять по лагерю, а Сара с возмущенными криками ковыляла за нами, пытаясь вскарабкаться на наши ноги. Но все эти навязанные ей упражнения не принесли никаких результатов, а Сара относилась к ним с таким явным неодобрением, что мы вскоре отменили прогулки. Она почти все время дремала в своем ящике, вцепившись в мешок с соломой, а живот ее постепенно раздувался все больше и больше. Затем наступала минута, живот освобождался от лишней тяжести и приобретал нормальные размеры. И на несколько часов до ближайшей кормежки фигура ее становилась стройной и грациозной. Поскольку такое необычное функционирование кишечника не причиняло животному видимого ущерба, я в конце концов перестал обращать на это внимание, решив, что так бывает у всех детенышей муравьедов. И очевидно, так оно и есть на самом деле, потому что когда Сара немного подросла и начала спать без мешка, ее кишечник стал функционировать нормально. Сара очень любила ласку и охотно ласкалась сама. Когда я прижимал ее груди, поддерживая одной рукой, я чувствовал, как она льнет ко мне без всякого судорожного цепления. Но больше всего Сара любила лежать у меня на плечах. Постепенно, по нескольку дюймов за один прием, надеясь, что я этого не замечу, она карабкалась вверх, пока не укладывалась на мои плечи. На первых порах она страшно не любила, когда ее саживали на землю и поднимала отчаянный рев. Когда я брал ее на руки, она судорожно цеплялась в меня, ее сердце стучало, словно отбойный молоток. Она соглашалась сидеть на земле лишь в том случае, если могла держаться за ногу или за руку. Это придавало ей уверенность в себе. Когда Саре исполнился месяц, она стала более спокойно относиться к тому, что ее оставляют на земле, но при этом предпочитала, чтобы я или Джеки находились где-нибудь поблизости. Как у всех муравьедов, у нее было очень плохое зрение, и стоило отойти от нее больше, чем на пять футов, как она теряла нас из виду, даже если мы двигались. Лишь по запаху или по звуку она могла определить наше местонахождение. Если мы стояли молча и не шевелились, Сара начинала беспокойно кружиться, вводя в воздухе своим длинным носом и пытаясь нас обнаружить. С возрастом Сара становилась все шаловливее и резвее. Прошли те времена, когда я, открывая клетку в часы кормления, заставал ее возлежащей на ложе наподобие римского патриция. Теперь не успевал я открыть клетку, Сара вихрем налетала на меня, тяжело сопя от возбуждения и с такой жадностью набрасывалась на бутылку, словно несколько недель ничего не ела. К вечеру она особенно оживлялась, а после ужина энергия била в ней ключом. Живот ее раздувался как шар, но это не мешало ей с удовольствием заниматься боксом, стоило только легонько дернуть ее за хвост. Повернув голову и глядя близорукими глазами через плечо, Сара медленно поднимала свою здоровенную переднюю лапу, а затем стремительно оборачивалась и наносила удар. Если после этого я притворялся, что больше не интересует ее, она несколько раз с деловитым видом проходила мимо, соблазнительно близко волоча свой хвост. После того, как я второй раз дергал ее за хвост, она меняла тактику. Теперь она сразу поворачивалась, вставала на задние лапы, поднимала переднее над головой, словно собираясь нырнуть, и падала плашмя, рассчитывая на то, что я подставлю ей руку. На третий раз она придумывала что-нибудь новое, и так продолжалась до тех пор, пока она не зарасходит весь избыток энергии, после чего наступал следующий этап игры. Я клал ее на спину и щекотал под ребрами, а она блаженно почесывала себе живот длинными когтями. Когда мы уставали, мы объявляли Сару победителем, беря ее на руки и держа над ней венок, после чего она поднимала передние лапы и соединяла их над головой, как обычно делают чемпионы по боксу или борьбе. Сара так привыкла к этим вечерним играм, что когда однажды по какой-то причине мы не могли с ней заняться, она весь следующий день дулась на нас. Другие наши любимцы Кай, Фокси и Пу ревновали нас к Саре, видя, как мы носимся с нею. Однажды, бесцельно слоняясь по лагерю, Сара направилась к тому месту, где был привязан Пу. Кай и Фокси внимательно следили за ней, заранее предвкушая, какую взбучку она сейчас получит. Пу бесстрастно, словно Будда, выседал на обычном месте, поглаживая брюхо розоватыми лапами и задумчиво глядя на Сару. Полный коварства он ждал, пока она пройдет мимо, а затем наклонился вперед, схватил ее за хвост и хотел укусить его. На первый взгляд Сара была глупой и неуклюжей, но по опыту наших вечерних игр я знал, что при желании она может проявить необыкновенное проворство. Так и случилось. Сара мгновенно обернулась, встала на задние лапы и отвесила еноту внушительную оплеуху. Пу, удивленно ворча, обратился в бегство и спрятался в своем ящике. Но Сара уже вошла в боевой азарт и не собиралась так легко прости своего обидчика. Ощетинившись, она начала кружить по площадке по водяносам в воздухе и пытаясь определить, куда исчез Пу. Обнаружив ящик, она принялась колотить его, а Пу дрожал от страха внутри. Фокси увидел, что она приближается к нему и поспешил спрятаться в кустах. Кай удобно устроился на вершине своего шеста и о чем-то тихо беседовал сам. Сара заметила шест и все еще пылая гневом, решила на всякий случай проучить его. Подскочив к шесту, она нанесла ему несколько апперкотов, шест закачался из стороны в сторону, а Кай вцепился в верхушку громкими криками призывая на помощь. И лишь когда шест стал крениться к земле, а Кай закатился в истерике, Сара решила, что поле боя осталось за нею и пошла бродить дальше. С тех пор никто из этой компании не решался строить козни против Сары. Птицы с удивительным единодушием ненавидели нашего маленького муравьеда. Я объясняю это тем, что его длинный тонкий нос напоминает змею, и этого оказалось достаточным для пернатых. Однажды я услышал страшный шум в птичьем секторе лагеря, и, отправившись туда, увидел, что Сара каким-то образом выбралась из своей клетки и просунула нос сквозь пробочную сетку клетки кориам, которым она испытывала определенную симпатию. Однако кориамы не разделяли ее дружеских чувств и пронзительными криками призывали на помощь. Услышав мой голос, муравьед потерял всякий интерес кориамам, бочком поскакал ко мне, скарабкался по моим ногам до пояса и расположился там со счастливым вздохом. Сара жила у нас уже несколько недель, когда в Чако начались зимние дожди. Пора было подумать о том, как проехать тысячу с лишним миль до Буэнос-Айреса и сесть на пароход. До отъезда нам предстояло выполнить еще одну серьезную работу — отснять кинофильм о жизни нашего зверинца. Я тянулся этим делом до последних дней, желая собрать для фильма побольше звезд и отвел для съемки последние три недели нашего пребывания в Чако. После этого мы рассчитывали плыть вниз по реке до Асунсьона. Таков был наш план, но тут грянул гром. Однажды утром Паула принесла нам чай страшно взволнованное и стала что-то рассказывать так быстро и не связанно, что я долго не мог понять в чем дело, а когда наконец понял, расхохотался от всей души. Джеки, еще не пришедшая в себя после сна, захотела узнать, что меня так рассмешило. — Паула говорит, что в Асунсьоне произошла революция, — ответил я, давясь от смеха. — Неужели это правда? — сказала Джеки, присоединяясь к моему веселью. — Слов нет. Парагвай оправдывает свою репутацию. — Удивительно, как еще парагвайцы знают, кто стоит у власти. Так часто свергает они правительство. Продолжал я с веселой самонадеянностью человека, считающего своих соотечественников слишком хладнокровными для того, чтобы тратить пули и проливать кровь ради политики. «Надеюсь, нас это никак не затронет?» — спросила Джеки, задумчиво приклебывая чай. — Конечно, нет. Вероятно, все кончится в течение нескольких часов. Ты ведь знаешь, как это происходит. У нас национальная игра футбол, а у них революции. Несколько выстрелов, и все будут довольны. На всякий случай я схожу в поселок, узнаю новости на радиостанции. Пуэрто-Касада мог похвастаться даже такой роскошью, как небольшая радиостанция. Она поддерживала прямую связь со столицей. С ее помощью мы посылали в Ассуньон заказы на продовольствие и получали все необходимое ближайшим пароходам. «Схожу туда после завтрака», сказал я. «Но меня не удивит, если к тому времени все будет кончено». К сожалению, я был неправ. Глава десятая «Гремучие змеи и революция». Позавтракав, я пришел на радиостанцию и спросил радиста, не слышал ли он, какая команда забила решающий мяч в революции. Сверкая глазами и оживленно жестикулируя, он сообщил мне последнее известие, и мне вдруг стало ясно, что положение было не из шуточных. В Ассуньоне творилось что-то невообразимое. По всему городу шли уличные бои. Основными центрами борьбы были полицейское управление и военное училище, где восставшие осадили правительственные войска. Еще серьезнее было то обстоятельство, что восставшие овладели аэродромом и вывели из строя все самолеты, сняв с них важнейшие части. Но хуже всего с нашей точки зрения было то, что восставшие контролировали реку, и пароходное сообщение могло возобновиться только после того, как революция закончится. Последняя новость просто потрясла меня, потому что только по реке мы могли добраться и доставить наших животных в Буэнос-Айрес. Радист сообщил, что когда он в последний раз вызывал ассуньсион, никто не отвечал. Очевидно, персонал столичной радиостанции либо разбежался, либо перебит. Я вернулся домой, окончательно протрезвевший, и поведал Джеки о случившемся. Ситуация застала нас врасплох. Не говоря уже ни о чем другом, наши паспорта и большая часть денег были в столице, а без них мы ничего не могли сделать. Мы пили чай и обсуждали наше положение, а Паула толклась вокруг, искренне сочувствуя нам и время от времени делая замечания, которые только еще больше угнетали нас. Не желая быть пессимистом, я высказал предположение, что может быть через несколько дней одна из сторон победит и положение прояснится. Но Паула с гордостью возразила, что в Парагвае вообще не бывает таких коротких революций. Последняя, например, продолжалась полгода. Возможно, наивно сказала она, нам придется полгода просидеть пчаку. Это позволит нам значительно пополнить наш зверинец. Сделала вид, что я не слышу ее. Я выразил надежду, что бои скоро закончатся, жизнь войдет в нормальную колею, и мы доберемся на пароходе до Буэнос-Айреса. Но тут Паула положила конец моим необузданным фантазиям, заметив, что это маловероятно. Во время последней революции восставшие по каким-то непонятным соображениям потопили весь речной флот, дезорганизовав коммуникации как правительственных войск, так и собственных сил. Я впал в отчаяние и переметнувшись в лагерь пессимистов, заявил, что в худшем случае мы можем перевраться через речку в Бразилию, а уж там по суше доберемся до побережья. Но Джеки и Паула немедленно отвергли эту идею. Джеки сказал, что мы вряд ли сможем предпринять тысячемильное путешествие по Бразилии без паспортов и денег. А Паула заметила, что во время последней революции бразильцы выставили на своем берегу пограничные посты и не пропускали на свою территорию повстанцев, пытавшихся скрыться от правосудия. Вполне возможно, мрачно добавила она, что если мы попытаемся переправиться через реку, бразильцы примут нас за вождей революции, спасающихся бегством. На это я не без ехидства возразил, что вряд ли вождь революции будет спасаться от карающей руки и правосудия вместе с женой, детенышем муравьеда, несколькими дюжинами птиц, змеями, млекопитающими и снаряжением, состоящим из магнитофонов и киноаппаратов. Но Паула сказала, что бразильцы совсем не симпатичны, и пограничники могут просто не обратить на это внимание. После оживленного обмена мнениями выцарилось унылое молчание. Внезапно Джеки осенила блестящая мысль. Незадолго до этого мы познакомились с одним американцем, долговязым, молчаливым человеком, очень похожим на Гарри Купера. У него было ранчо в милях в сорока вверх по реке, и в свое время он говорил, чтобы мы без всякого стеснения связались с ним по радио, если нам понадобится помощь. Он жил в Парагвае уже много лет, и Джеки предложил обратиться к нему за советом. и убедил радиста установить связь с ранчо американцем. Вскоре я услышал из репродуктора его мягкую, протяжную речь, слегка искаженную шумами, треском и атмосферными помехами. Поспешно объяснив, почему я его беспокоил, я спросил у него совета. И его совет был прост и ясен. При первой же возможности покинуть страну. Но каким образом, спросил я, пароходы не ходят, нам не на чем вывезти животных. Животных придется оставить. Хорошо, допустим, ответил я, чувствуя, как что-то оборвалось у меня в груди. Но как нам выбраться самим? У меня есть самолет, правда, маленький, четырехместный. В удобный момент я подошлю его к вам и вы сможете улететь. Иногда во время революции бывают перерывы для переговоров и мне кажется, что в ближайшие дни такой перерыв наступит. Итак, будьте готовы. Я постараюсь предвидеть вас заранее, если только сумею. Спасибо, большое спасибо, пробормотал я в полнейшей растерянности. Значит, решено. Счастливо вам добраться, ответил мой собеседник и громко затрещав, репродуктор умолк. Я рассеянно поблагодарил радиста и побрел домой в таком тяжелом настроении, какого никогда еще не испытывал. После многих месяцев тяжелой работы собрать чудесную коллекцию животных и вдруг узнать, что все это пошло на смарку и их придется отпустить только из-за того, что какой-то парагвайец хочет силой захватить президентское кресло, тут не с чего было радоваться. Когда я рассказал Джеки о результатах разговора, она проникла с теми же чувствами, и мы полчаса перемалывали косточки руководителям восстания. Наше положение от этого не улучшилось, но мы, по крайней мере, отвели душу. Ну ладно, сказала Джеки, когда мы исчерпали весь запас бранных эпитетов. Каких животных придется отпустить? Он сказал, чтобы мы отпустили всех, ответил я. Но это же невозможно, возмутилась Джеки. Мы не можем отпустить всех, многие не проживут на воле и двух минут. Некоторых мы должны взять с собой, даже если придется оставить большую часть нашей одежды. Видишь ли, если даже мы отправимся голыми, мы не сможем взять с собой больше трех или четырех самых маленьких зверьков. Что ж, это все-таки лучше, чем ничего? Я тяжело вздохнув. Ладно, пусть будет по-твоему, но мы все равно должны решить, кого оставить, а кого взять с собой. Некоторое время мы молча размышляли. Во всяком случае, Сару-то мы можем взять, проговорил наконец Джеки, ведь она еще совсем маленькая и вряд ли выживет без нас. «Да, конечно, но не забудь, что она страшно тяжелая». «Дальше идет Кай», продолжала Джеки, увлекаясь своими спасательными работами. «Мы не можем оставить его, ну и Пу тоже бедняжку, ведь они совсем ручные, и если их отпустить, они подойдут к первому встречному и могут поплатиться за это жизнью». «Я обязательно должен захватить пару волосатых броненосцев, это слишком большая редкость, чтобы бросать их», радостно сказал я. «Да и рогаток тоже, и этих смешных черных лягушек, и кукушек, подхватила Джеки, и соек, они слишком ручные, чтобы оставлять их на произвол судьбы». «Постой», сказал я, опомнившись, «если продолжать в том же духе, придется взять весь зверинец, и для нас самих не останется места в самолете». «Я уверен, что эти несколько животных весят очень немного», убежденно заявила Джеки, «а клетки для них на время поездки можно сделать полегче». «Да, разумеется, попробую соорудить их из проволоки». Воспрянув духом при мысли, что может быть, нам удастся спасти хотя бы несколько собранных нами животных, мы приступили к работе. Джеки принялась упаковывать вещи, разделив их на две части, те, которые мы должны взять с собой и те, которые можно было свободно оставить. В число первых входили магнитофон, пленки и тому подобное, в число последних одежда, полотенца, сети, ловушки и так далее. Я вооружился ножницами, мотком проволоки и рулоном тонкой металлической сетки и приступил к изготовлению легких, но достаточно прочных клеток, в которых можно было бы довести животных до Буэнос-Айреса. Это была нелегкая работа, так как металлической сетке нужно было придать необходимую форму, прошить ее проволокой, а затем прощупать и заделать все острые концы. После двух часов работы я сделал одну клетку, достаточно большую, чтобы в ней поместилась сара. Мои руки и пальцы были окровавлены и старапаны. Как у тебя дела? Спросила Джеки, появившись с чашкой горячего чая. Прекрасно, ответил я, осматривая израненные пальцы. Мне кажется, я отбываю пожизненное заключение в Дартмурде. Готов поклясться, что по сравнению с этой работой труд каторжников выглядит детской забавой. Я продолжал калечить свои руки, Джеки принимал у меня готовые клетки и обшивал их мешковиной при помощи длинной штопольной иглы. Так, к десяти часам вечера мы соорудили клетки для всех животных, которые хотели взять с собой. Клетки вышли очень легкие, так как были сделаны из одной проволоки и мешковины, но в то же время достаточно теплые и пручные. Разумеется, они были не особенно просторны, но суточное путешествие в Буэнос-Айрес животные могли перенести в них без всякого вреда для себя. Самой тяжелой была клетка Пу. Поскольку он имел разбойничью повадку вырываться из заключения, пришлось закрепить клетку на деревянном каркасе. Усталые и измученные мы еле добрались до своих постелей. Завтра утром начнем выпускать животных, сказал я, выключая свет и думая о том, что это занятие будет не из приятных. на следующий день я тянулся освобождением животных до последнего момента, пока у меня не осталось никаких оправданий для проволочки. Первый я решил выпустить тигровую выпь. Ее крыло полностью зажило, и в сочетании с отвратительным характером птицы это избавляло меня от угрызений совести и сомнений в том, что сумеет ли она сама позаботиться о себе. Я вытащил выпь из клетки, не обращая внимания на ее громкие протесты, отнес к краю небольшого болота, ограничившего с нашим лагерем, и посадил на дерево. Выпь сидела на ветке, пьяно покачиваясь взад-вперед и издавая громкие удивленные крики. Следующим на очереди был Дракула, гололицый ибис. Пока я нес его к болоту, он возбужденно щебетал, но как только я посадил его в высокую траву и пошел прочь, он встревоженно пискнул и бросился за мной. Я снова взял ибиса на руки, отнес его на болото и побежал домой, преследуемый истерическими воплями перепуганной птицы. После этого я занялся попугаями, которых мне с большим трудом удалось выгнать из клеток. Оказавшись на воле, они расселись на ветках ближайшего дерева и периодически оглашали воздух пронзительными криками. Как раз в этот момент я услышал пронзительное торжествующее чириканье и, обернувшись, увидел, что Дракула возвращается в лагерь. Я схватил его и снова отнес на болото, но тут же обнаружил, что тигровый выпь с решительным видом быстро приближается к лагерю, тяжело перелетая с ветки на ветку. Отогнав обеих птиц к болоту, я начал выгонять из клеток чернолицего ибиса и кориам. С горя я сделал большую ошибку, выпустив обеих кориам одновременно, и не успел опомниться, как в меня полетели пух и перья, а воздух огласился негодующими криками птиц, стремившихся доказать друг другу свое превосходство. Разняв их при помощи метлы, я отогнал кориам в кусты подальше друг от друга, разгоряченный, взволнованный и немало возмущенный тем, что птицы не поддерживают меня в моей трудной деятельности, я вдруг заметил, что попугаи, воспользовавшись случаем, спустились с деревьев и теперь сидят редком на крышах своих клеток, глядя на меня печальными глазами и дожидаясь, когда я открою дверцы и пущу их домой. Я решил на время оставить птиц в покое и занялся млекопитающими и пресмыкающимися. Отобрав двух броненосцев, которых мы собирали взять с собой, я прогнал всех остальных в ближайшие кусты. Других животных я рассадил кружком вокруг лагеря, чтобы им видел был простор равнин, я надеялся, что они не доставят мне особенных хлопот. Лучше всех вели себя пресмыкающиеся. К моему облегчению они не собирались оставаться в лагере и довольно быстро уползли в болото. Решив, что я достаточно поработал в это утро, по крайней мере с точки зрения животных, я отправился домой перекусить. Ленч прошел фмуром молчание. Покончив с едой, мы вернулись в лагерь, чтобы заняться остальными нашими питомцами. Зрелище, представшее нашим глазам, было бы чрезвычайно забавным, если бы не было печальным. В одном углу лагеря Дракула, Тигровая Выпь и Чернолицый Ибис ссорились из-за куска сала, который не доел пол. Возле груды немытых мисок рыскали трехпоясные броненосцы, похожие на полчища живых пушечных ядер. Вокруг опустевших клеток, словно часовые, прохаживались кориамы, а отряса хвостка возбужденно бегала взад-вперед, напоминая школьную учительницу, обнаружившую, что весь ее флаз прогулял. Попуграи с грустным видом по-прежнему сидели на крыше клеток, только двое из них перешли к решительным действиям, проделали дырку в сетке и таким образом проникли внутрь. Теперь они сидели на жердочках, смотрели на нас голодными глазами и издавали своеобразное хриплое ворчание, которым некоторые южноамериканские попугаи выражают свое раздражение. Мы с Джеки сели на ящик, беспомощно глядя на них. «Ну что с ними делать?» спросила наконец Джеки. «Ума не приложу. Оставить их так нельзя, их перебьют, как только мы уедем отсюда. Ты пробовал отогнать их подальше?» «Я перепробовал все способы, кроме ударов палкой по голове. Они просто не хотят улетать!» Тем временем Дракула отказался от борьбы за кусок сала, предоставив выпи и ибису улаживать спор между собой и настойчиво пытался проникнуть в свою клетку через проволочную сетку, сквозь которую не удалось бы проскочить и калибри. «Я бы очень хотел, злорадно сказал я, чтобы здесь присутствовал сейчас один из этих слюнтяев». «Каких слюнтяев?» «Один из этих сентиментальных всезнаек, которые вечно твердят мне, что жестоко запирать бедных диких животных в маленьких деревянных клетках. Хотел бы я показать им, как наши мохнатые и пернатые братья при первой же возможности торопятся обрести свободу». «Одна из скорям подошла ко мне и начала клевать шнурок моего ботинка, очевидно принимая его за огромного червяка». Дракула отказался от попыток забраться в свою клетку и удовольствовался тем, что протиснулся сквозь деревянную решетку в клетку Ибиса. Теперь он сидел внутри, восторженно бормоча что-то и глядя на нас затуманенными глазами. «Хорошо», сказал я после продолжительной паузы. «Я думаю, если мы не будем обращать на них внимание, они проголодаются и отправятся на поиски пищи. Это решит все. Надеюсь, что к завтрашнему утру их здесь уже не будет». Остаток дня прошел в каком-то кошмаре. Понимая, что животных ни в коем случае не следует кормить, мы приносили еду только тем, кого собирались брать с собой. А голодная орава птиц и животных кричала, свистела, верещала и шумела в лагере. Они бросались к нам, завидя нас с миской в руках, рядами сидели на столе, где мы обычно готовили для них пищу, и с надеждой смотрели на нас. Мы испытывали почти непреодолимое желание накормить их, но крепились и делали вид, что ничего не замечаем. Мы были убеждены, что на следующее утро голод заставит животных покинуть лагерь. Но на следующее утро, когда мы пошли кормить отобранных для поездки животных, мы застали все население лагеря на прежнем месте. Животные выглядели более раздраженными и удрученными, чем накануне, но встретили нас бурными изъявлениями восторга. Все же мы взяли себя в руки и сделали вид будто незамечаемых, хотя они сгрудились вокруг наших ног, так что нам пришлось двигаться с осторожностью, чтобы не передавить их. В разгар всей этой суматохи в лагере появился индейец со старым ящиком из-под мыла в руках. Он поставил ящик на землю, отошел немного назад, едва не наткнувшись на кориаму, которая проходила мимо, и снял с головы соломенную шляпу. «Добрый день, сеньор», сказал он, «у меня есть для вас хорошее бихо». «О, господи», простонала Джеки, «только этого еще не хватало». «Вы пришли слишком поздно, мой друг», с горечью сказал я, «мне больше не нужны бихо». Индеец, нахмурившись, смотрел на меня. «Сеньор, вы ведь говорили, что покупаете бихо». «Говорил, но это было до революции, теперь я не могу покупать бихо, потому что не могу забрать их с собой, пароходы не ходят». Я показал набротивших по лагерю животных. «Вы видите, мне пришлось отпустить всех этих бихо». Индеец растерянно огляделся. «Но они ведь не уходят», резонно заметил он. «Вижу, но они уйдут, мне очень жаль, но больше я не могу покупать животных». Индеец не спускал с меня глаз. Он был совершенно убежден в том, что я сгораю от нетерпения, поскорее заглянуть в ящик и узнать, кого он принес. «Это очень хорошее бихо», заговорил он умоляющим голосом. «Чудесное бихо, очень сильное и очень опасное. Мне пришлось много потрудиться, чтобы поймать его». «Что это за бихо?» не выдержав, спросил я. Индеец воодушевился, его черные глаза засверкали. «Это очень редкое бихо, сеньор, и очень, очень опасное. Это каскадель, сеньор, и такой громадный, что невозможно даже поверить. Когда он сердится, он шумит, как тысяча лошадей». Я осторожно коснулся ящика носком сапога, и тотчас же оттуда послышались те особенные характерные звуки, которыми гремучая змея извещает мир о своем присутствии, дурном настроении и агрессивных намерениях. Эти необыкновенные звуки, начинающиеся легким шуршанием и потрескиванием с последующим переходом к громкому треску, напоминающему пальбу из-за кружечных ружей, несомненно представляют собой одно из самых любопытных явлений в мире пресмыкающихся. «Они наводят гораздо больший ужас, чем обычное шипение змеи, так как в них слышится столько злоба и жестокостей, будто ведьма готовит свою адскую похлебку». «И все же, мой друг, я не могу купить змею», печально сказал я. Индиец выглядел очень расстроенным. «Даже за десять гуарани?» спросил он и отрицательно покачал головой. «Восемь гуарани, сеньор». «Нет, мне очень жаль, но я не могу купить ее». Индиец вздохнул, понял, что я не торгуюсь. «Хорошо, сеньор, я оставлю ее вам, ведь мне она совсем не нужна», сказал он. Я дал ему пачку сигарет, и он начал пробираться к выходу, лавируя между бродившими по территории птицами. Он ушел, а мы остались с гремучей змеей на руках. «Что мы будем с ней делать?» спросила Джеки. «Запишем ее на пленку и отпустим», сказал я. «Она очень оригинально трещит. Кажется, это довольно крупная змея». По ряду причин в тот день нам не удалось записать гремучую змею. «На следующее утро все животные по-прежнему оставались в лагере, но после того, как мы гонялись их в течение часа, по крайней мере, некоторые из них убедились в том, что мы не собираемся их кормить, и начали постепенно исчезать. Тогда мы вынесли магнитофон, поставили рядом с ящиком, в котором сидела змея, установили микрофон и ударили по ящику. Ответа не последовало. Я снова ударил молчанием. Я стал изо всей силы колотить по ящику, но все напрасно. «Может быть, она умерла?» спросила Джеки. «Да нет, обычная история. Эти проклятые твари шумят сколько угодно, но стоит поставить рядом магнитофон, и из них не вытянешь ни звука». Я слегка наклонился к ящику и почувствовал, как змея покатилась по его дну. Это произвело желаемый эффект. Ящик загрохотал, и зеленая игла аппарата задрожала и закачалась, отмечая звук необычной силы. Трижды я наклонял ящик, и с каждым разом змея отвечала все более свирепо. К тому времени, когда я кончил записывать, она вошла в такую ярость, что из ящика доносился непрерывный громкий треск, напоминавший стрельбу из пулемета. Теперь можно ее отпустить, сказал я, беря мачете. Надеюсь, ты не собираешься выпускать ее здесь, тревожно спросила Джеки. А что особенного? Я отдам ей пинка, и она уползет в болото. Судя по шуму, она очень рассержена. Ты уверен, что она захочет уползти в болото? Ну, хватит об этом разговаривать, отойди подальше и сань в стороне, заявил я сопломбом, который хоть кого мог вывести с себя. Джеки отошла на почтительное расстояние, а я начал отдирать крышку ящика. Это оказалось нелегким делом, так как индеец приколотил ее неимоверным количеством длинных ржавых гвоздей. В конце концов я просунул в щель конец мачете и, поднатужившись, оторвал часть крышки. Облегченно вздохнул, я наклонился и заглянул в ящик, чтобы рассмотреть змею. Это было величайшей глупостью с моей стороны. Мало сказать, что змея была разъярена, она кипела от ярости, и когда мое лицо показалось в отверстии, она прыгнула на меня снизу вверх с разъянутой пастью. Я никогда не подозревал, что гремучие змеи могут бросаться на свою жертву снизу вверх, в отличие от остальных змей, которые бросаются прямо вперед. С удивлением и страхом я увидел, как тупая голова змеи, бугристая, как ананас, метнула снизу к моему лицу. Пасть ее, розоватая и влажная, была широко раскрыта, а клыки, со страху показавшиеся мне огромными, как когти тигра, были готовы нанести смертельный удар. Я отскочил от ящика прыжком, который мог повторить, но не превзойти, лишь отлично владеющий своим телом кенгуру в расцвете сил. Моему прыжку мог бы позавидовать любой гимнаст, но, к сожалению, я споткнулся о мачете и тяжело плюхнулся на землю. Змея тем временем выползла из ящика и свернулась, словно часовая пружина, подняв голову и с таким ожесточением тряся своей погремушкой, что она казалась расплывчатым пятном вокруг ее хвоста. Дай ей пинка, и она уползет в болото, с явной издевкой посоветовала Джеки. У меня не было настроения пикироваться. Я вырезал длинную палку и снова подошел к змее, рассчитывая прижать ее к земле, а потом поднять. Но змея была другого мнения на этот счет. Она дважды бросалась на опускавшуюся палку, а потом быстро ползла ко мне с таким явно агрессивным намерением, что я был вынужден снова повторить свой балетный прыжок. Змея была разверена до предела, и, что неприятнее всего, упорно отказывалась поддаваться на угрозы и обман, направленные к тому, чтобы удалить ее с нашей территории. Мы кидали в нее комья земли, но она только сворачивалась и гремела кольцами. Тогда я вылил на змею ведро воды, но это, вероятно, еще больше взбесило ее. Она развернулась и поползла ко мне. Неприятнее всего было то, что мы не могли оставить ее на какое-то время в покое, так как у нас было много неотложных дел, а все время оглядываться при работе, чтобы не наступить на четырехфутовую гремучую змею, было не очень-то сподручно. Кроме того, Пу и Кай сидели на привязи около своих клеток, и я боялся, как бы змея не укусила кого-нибудь из них. Волей-неволей я пришел к выводу, что остается только убить змею как можно скорее и без болезни нет. И вот Джеки при помощи палки отвлекла ее внимание, а я осторожно подкрался к ней сзади, выбрал удобный момент и отрубил ей голову. С минуту после того, как голова была отделена от тела, ее челюсти сжимались и разжимались, и даже полчаса спустя, когда я касался палкой обезглавленного тела, оно конвульсивно подергивалось. Удивительное всего было то, что обычно гремучая змея может нападать лишь предварительно свернувшись в кольцо, и поэтому, как бы разъявлена она не была, она всегда свертывается в клубок для нанесения удара. Эта же змея без малейших колебаний развертывалась и ползла ко мне. Не знаю, сумела бы она броситься и укусить меня из такого положения, но я не испытывал никакого желания проверять это на практике. На следующее утро большинство животных исчезло, и только несколько упрянцев продолжали бродить по лагерю. В полдень пришел посыльный с радиостанции и сказал, что американец связался с ними и сообщил, что в Асунхионе боевые действия временно прекращены, и после полудня он вышлет для нас в самолет. Мы приняли слихорадочно упаковывать оставшиеся вещи, одновременно утешая Паула, которая ходила за нами из комнаты в комнату, раздражаясь долгими душераздирающими рыданиями при мысли о предстоящей разлуке. Уложив вещи, мы наскоро перекусили и начали рассаживать животных по временным клеткам. Все они повиновались беспрекословно, за исключением Пу, который вообразил, что мы изобрели новое изощренное орудие пытки. Сперва мы пробовали завлечь его в клетку, бросая туда бананы, но он их вылавливал, не заходя внутрь, своими длинными артистическими пальцами и с наслаждением съедал. В конце концов, когда время стало поджимать, пришлось схватить его одной рукой за загривок, а другой под заднее место и затолкать в клетку головой вперед. При этом он вопил, как грешник в аду и отчаянно цеплялся, за что попало всеми четырьмя лапами. Загнав его в клетку, мы дали ему яйцо, он с философским спокойствием принялся высасывать его и больше нас не тревожил. Тем временем пришли девочки Паулы и застыли в скорбанных позах, словно плакальщицы на похоронах. По яйцу Паулы непрерывно и все увеличиваясь в числе катились слезы, губя ее косметику. Но поскольку она явно упивалась своим горем, я решил, что это пустяки. Внезапно она заставила всех нас вздрогнуть, издав громкий стон, который сделал бы честь тени отца Гамлета и крикнула за могильным голосом «Вот он!» После чего она снова начала издавать водопады слез. Далеко в небе мы услышали тихий, прерывистый гул самолета, и басти в ту же минуту к дому подъехал грузовик. Пока я грузил в него багаж и животных, Джеки переходила из объятий в объятие, которые раскрывали и девицы, а затем была притиснута взволнованно вздымавшейся, орошенной слезами груди Паулы. Когда подошла моя очередь, я облегченно вздохнул, увидев, что девицы не имели намерения обниматься со мной, а лишь пожимали мне руку и делали короткий реверанс, отчего я чувствовал себя чем-то вроде царственной особой. Паула схватила мою руку обеими руками, прижал ее к животу и подняла ко мне заплаканное лицо. «Прощайте, сеньор», сказала она, из ее черных глаз катились большие тучные слезы. «Счастливого пути вам и сеньоре, если будет на то Божья воля, вы еще вернетесь в Чаку». Грузовик покатил по пыльной дороге, подпрыгивая на ухабах. Мы махали на прощание Пауле и ее девушкам, напоминавшим стайку великолепных тропических птиц. Они тоже отчаянно махали руками и пронзительными голосами кричали нам вслед. «Прощайте». Мы подъехали к аэродрому в ту минуту, когда самолет, словно сверкающая серебристая стрекоза, пошел на посадку. Он исключительно неудачно приземлился и стал выруливать к нам. «Да, вам достался сумасшедший», сказал шофер Гузовика. «Сумасшедший?» удивился я. «Кто сумасшедший?» «Летчик», ответил шофер, презрительно ткнув пальцем в сторону приближавшегося самолета. Говорят, что он сумасшедший, он еще ни разу не посадил машину, не заставив ее подпрыгнуть как олень. Летчик вылез из кабины. Это был коренастый, крепкий поляк, с сидеющими волосами и мягким, неопределенным выражением лица, чем-то напоминавший белого рыцаря из книги «Алиса в Зазеркалье». При помощи весов мы определили вес нашего багажа и с ужасом увидели, что он на несколько килограммов превышает максимально допустимую нагрузку самолета. «Ничего», улыбаясь, сказал летчик, «я думаю, он вытянет». Мы уложили в самолет чемоданы, затем втиснулись сами, и шофер взгромозил мне на колени клетки живностью. Верхняя клетка пришлась вровень с моей головой. Сара, которая полчаса назад отказалась от бутылки молока, вдруг проголодалась и страшно раскапризничалась, так что пришлось вытащить ее из клетки и посадить на колени Джеки, чтобы она успокоила ее. Летчик задергал рычаги управления, и когда мотор взрывел, на его лице отобразилась детски радостная улыбка. «Очень трудно», сказал он и весело расхохотался. Минут пять мы катались по полю в различных направлениях, выбирая достаточно сухую взлетную дорожку. Наконец летчик дал газ и самолет помчался по траве, качаясь и подпрыгивая. Мы оторвались от земли в самый последний момент и, проскользнув в каких-нибудь шести дюймах над верхушками окаймлявших аэродром деревьев, начали набирать высоту. Пилот вытер рукой лоб. «Теперь поднялись», прокричал он мне. «Теперь одна забота, как бы благополучно приземлиться». Под нами раскинулась бескрайняя равнина, подернутая знойной дымкой. Самолет сделал вираж, выровнулся, и вот мы уже летели над рекой, которая словно отлитыми из металла излучинами уходила к горизонту, терявшемуся в смутном мерцании. Там впереди лежал Ассумсион. Интерлюдия «Я не особенно люблю города и никогда не думал, что вид какого-либо города доставит мне особую радость. Однако на этот раз мы с чувством безграничного удовольствия и облегчения увидели под крылом самолета кварталы Буэнос-Айреса, выделявшиеся большими правильными четырехугольниками, словно блестки в полумраке. В аэропорту я совершил традиционное паломничество к телефонной будке и набрал номер Бабиты. Ах, мой мальчик, я так рад, что вы живы-здоровы. Ах, ты и представить тебе не можешь, как мы о вас беспокоились. Где вы сейчас? На аэродроме? Приезжайте обедать. Мы опять с животными, мрачно произнес я. Нам нужно их где-нибудь разместить. Здесь страшно холодно, и если мы не найдем теплое помещение, они рискуют схватить воспаление легких. Ах, ну, конечно, вы опять с животными, ответила Бабита. Я уже сняла для них маленький домик. Домик? Ну да, домик, только совсем маленький, в нем, кажется, всего две комнаты. Там есть водопровод, а вот насчет отопления не уверена. Но это в конце концов не важно. Зайдите ко мне и возьмите у меня печку. Я не сомневаюсь, что этот дом принадлежит одному из твоих друзей. Но разумеется. Печку ты мне должен будешь скоро вернуть. Она принадлежит Манона, и он умрет без нее. Маленький домик Бабиты состоял из двух просторных комнат, выходящих в небольшой дворик, окруженный высокой стеной. С другой стороны двора находилось еще одно строение, в котором имелась большая раковина. При помощи печки, выкраденной из комнаты мужа Бибиты, мы быстро нагрели помещение, и все животные стали чувствовать себя лучше. Я позвонил Рафаэлю, и он примчался к нам, сверкая очками с огромным количеством фруктов, мяса и хлеба, изъятыми из кладовки матери. Когда я протестуючо заявил, что матери это может не понравиться, Рафаэль ответил, что в противном случае животным пришлось бы голодать, ведь все магазины уже закрыты. Мое возмущение тем, что награбил кладовую матери, мгновенно испарилось, и мы с удовольствием принялись пичкать наших любимцев лакомствами, которых они никогда еще не пробовали, виноградом, грушами, яблоками и вишнями. Затем, оставив их сытыми и в тепле, мы отправились к Бибите, где впервые за много месяцев поели по-человечески. Насытившись не хуже наших животных, мы откинулись на спинки стульев и принялись неспеша подтягивать кофе. Что вы намерены делать дальше? спросила Бибита. До отплытия парохода остается несколько дней. Попробуем за это время максимально пополнить нашу коллекцию. Хотите выехать за город? спросила Бибита. Да, если представится возможность. я спрошу Марию Мерседес, не разрешит ли она вам посетить ее эстанция имени? А ты думаешь, она разрешит? Ну, конечно, начала Бибита, ведь она, знаю, знаю, она твой друг. Было условлено, что мы выедем поездом из Буэнос-Айреса в деревню Монастерио, расположенную в милях в сорока от столицы. Недалеко от Монастерио находилась секунда эстанция семьи де Сотов. Там нас будут подвидать Рафаэль и его брат Карлос, которые вызвались помочь нам. Охота на Нанду Глава Охота на Нанду Деревня Монастерио находится в милях в сорока от Буэнос-Айреса, и мы добирались туда поездом. Когда последние дома столицы остались позади, по обеим сторонам насыпи открылись бескрайние просторы пампы, искрившиеся каплями утренней росы. Вдоль железной дороги тянулась широкая полоса вьюнков, яркие синие цветки, которых видны листья. Монастерий оказался маленьким поселком, напоминающим бутафорские деревни в Голливуде для съемки фильмов о Дальнем Западе. Прямугольные дома беспорядочно тянулись вдоль грязной улицы, изборожденной глубокими колеями и пестревшей следами лошадиных копы. На углу располагалась деревенская лавка, она же таверна, заваленная невероятным множеством различных товаров, от сигарет до джина и от мышеловок до ткани цвета хаки. Возле лавки стояло на привязи несколько лошадей, меж тем, каких владельцы выпивали внутри и болтали между собой. В основном это были коренастые плотные мужчины с загорелыми морщинистыми лицами, черными глазами, пожелтевшими от табака викторианскими усами. На них было типичное пионское снаряжение, заскорузлые черные полусапожки с небольшими шпорами, бомбахос, широкие шаровары, нависавшие над полусапожками, словно брюки гольф, похожие на блузы-рубашки, обвязанные подворотничком цветистыми платками, и небольшие черные шляпы с круглой плоской тульей и узкими загнутыми спереди полями, державшиеся на голове при помощи эластичной тесьмы, охватывавшей затылок. Широкие кожаные пояса пестрели серебряными венками, звездами и другими украшениями, и из каждого свисал короткий, но очень удобный в обращении нож. Когда мы вошли в лавку, они повернулись в нашу сторону и начали рассматривать нас, не враждебно, но с явным интересом. В ответ на наше приветствие, произнесенное на плохом испанском языке, они широко улыбнулись и вежливо поздоровались. Я купил сигарет, мы вышли на улицу и стали дожидаться Карлоса и Рафаэля. Вскоре послышалось звяканье сбруи, стук копыт и скрип колес, и на дороге показалась небольшая двуколка, в которой сидели наш бывший переводчик и его брат Карлос. Рафаэль бурно приветствовал нас, его очки сверкали, как огни моряка, и он тут же познакомил нас со своим братом. Карлос был выше Рафаэля, и на первый взгляд даже как будто полнее. В его бледном, невозмутимом лице, небольших темных глазах и гладких черных волосах было что-то азиатское. Пока Рафаэль прыгал вокруг нас, словно взволнованный петушок, и говорил, что так быстро, что его невозможно было понять, Карлос спокойно и методично грузил в повозку наши чемоданы, а потом сел и стал терпеливо дожидаться нас. Когда мы наконец разместились, он тронул вождями лошадей, ласково прикрикнул на них, и повозка покатилась по дороге. С полчаса мы ехали по прямому как стрела в проселку среди высокой травы. Кое-где лениво паслись небольшие, голов на сто стада коров, по колено утопавших в траве. Над ними кружили какие-то ржанки с заостренными черно-белыми крыльями. В придорожных канавах, наполненных водой и заросших водяными растениями, стайками плавали утки. При нашем приближении они поднимались, громко хлопая крыльями. Карлос указал рукой вперед, туда, где черным островком среди зелени пампы темнела грядка леса. «Секунда», улыбаясь, сказал он, «Через десять минут мы будем там». «Надеюсь, нам там понравится», в шутку сказал я. Рафаэль посмотрел на меня круглыми от удивления глазами. «Господи!» воскликнул он, ужасаясь моей мысли. «Конечно, тебе там понравится, Джерри, ведь Секунда это наша эстанция». Секунда представляла собой длинное, невысокое, выбеленное здание, стоявшее между большим озером и густой рощей эвкалиптов и ливанского кедра. Из задних окон открывался вид на серую гладь озера, обрамленного зеленью пампы. Передние окна выходили в английский парк с заросшей травой дорожкой, окаймленной двумя рядами подстриженных кустов и небольшим родничком, еле видным в зарослях папоротника и мха. Там и сям среди правильной формы клумб, усеянных опавшими апельсинами, в тени кедров бледно мерцали статуи. По озеру стайками плавали черношей лебеди, ледяные торосы на серо-стальной поверхности воды, в зарослях тростника розовыми пятнами на зеленом фоне мелькали колпицы. В прохладе парка над родником висели калибри. Среди апельсиновых деревьев и подорожки гордо выпить в грудке расхаживали печники. По цветочным клумбам торопливо шныряли маленькие серые голуби с розоватой лиловыми глазами. В этом забытом богом и людьми уголке земли царил мир и тишина, нарушаемые лишь отрывистыми криками печников до мягким шорохом крыльев, когда голуби вспархивали на эвкалипты. Осмотревшись на новом месте и распаковывающие, мы собрались в столовой, чтобы обсудить план дальнейших действий. Прежде всего, я хотел снять фильм о Нанду, южноамериканском родиче африканского страуса. Секунда была одной из немногих эстанциас под Буэносайросом, в которой еще водились сетей крупные птицы. Я говорил об этом Рафаэлю еще в Буэносайросе и теперь спросил, есть ли у нас шансы выследить стадо Нанду и заснять их. Не беспокойся, успокоил меня Рафаэль, мы с Карлосом все устроим. Конечно, подхватил Карлос, после полудня мы отправимся искать Нанду. Может быть, ты захочешь снять фильм о том, как пионы ловят Нанду, спросил Рафаэль. А как они их ловят? Старым способом, при помощи Балеодорос. Знаешь, это такие три шара, нанизанные на веревку. Ну, разумеется, вне себя от радости воскликнул я. Мне бы очень хотелось снять такой фильм. Все будет в порядке, заверил Карлос. Сегодня мы поедем в повозке, а пионы на лошадях. Мы находим Нанду, пионы ловят их, вы снимаете. Вас это устроит? Великолепно, ответил я. А если мы не найдем их сегодня, можно будет повторить все завтра? Разумеется, ответил Рафаэль. Мы будем искать до тех пор, пока не найдем их, подтвердил Карлос, и братья обменялись широкими улыбками. После ленча появилась небольшая повозка. Сырой гравий мягко хрустел под ее колесами. Карлос правил лошадьми, подхлестывая их легонько возжим. Он остановился напротив веранды, спрыгнул на землю и направился ко мне. Крупные, упитанные серые лошади стояли, опустив головы и задумчиво жуя у дела. Вы готовы, Джерри? Спросил Карлос. Да, я готов. А остальные уже выехали? Да, они вместе с Рафаэлем поехали верхом. С нами будет шесть пионов, этого достаточно? Превосходно! Теперь дело только за моей женой, сказал я и с надеждой оглянулся на дом. Карлос присел на невысокую стенку и закурил. Женщины всегда заставляют себя ждать, философски заметило. Большая желтая бабочка, пролетая мимо лошадей, вдруг застыла в воздухе над их головами, как бы раздумывая не ароник ли перед ней, только какой-то необычный волосатый. Лошади энергично мотнули головами, и перебуканная бабочка улетела, выписывая в воздухе причудливые пьяные зигзаги. К темным кедрам стремглав подлетел калибри, внезапно замер в воздухе, отлетел дюймов на шесть назад, повернулся и стремительно нырнул к качавшейся ветке. Джеки вышла на веранду. Алло, радостно сказала она, вы уже готовы? «Да», в один голос отозвались мы с Карлосом, «А вы уверены, что ничего не забыли? Кинопарад, пленку, экспонометр, светофильтр, треногу?» «Да, мы все это захватили», самодовольно ответил я, «ничего не забыли, ничего не отставили». «А как насчет зонтика?» «Черт побери!» «Зонтик-то я и забыл!» Я повернулся к Карлосу, «Вы не доложите мне зонтик». «Зонтик?» удивленно переспросил Карлос. «Ну да, зонтик!» «А что такое зонтик?» Он не знал этого слова по-английски. «Чрезвычайно трудно так без подготовки объяснить, что такое зонтик». «Ну это такая штука, ну чтобы закрываться от дождя», сказал я. «Она складывается», добавила Джеки. «А когда идет дождь, ее снова раскрывают. Она очень похожа на гриб». — А-а-а, — сказал Карлос, и лицо его просветлело. — Понял. Так у вас есть зонтик? Карлос укоризненно посмотрел на меня. — Разумеется. Я же говорил вам, что у нас есть все. Он зашел в дом и вернулся с небольшим ярко раскрашенным бумажным зонтиком величиной примерно в половину велосипедного колеса. — Подойдет? — с гордостью спросил он, быстро вращая зонтик так, что краски слились в сплошной цветной круг. — А побольше зонта не найдется? — Побольше? — Нет, побольше не найдется. — А зачем он вам, Джерри? — Прикрыть камеру во время съемок, чтобы пленка не слишком грелась на солнце. — Ну так этот будет как раз, — сказал Карлос. — Я буду держать его. Мы уселись в маленькую повозку. Карлос слегка тронул крупы лошадей вожжами и причмокнул. Лошади печально тяжело вздохнули и взяли с места. Вдоль дорожки росли гигантские эвкалипты. Кара их отслаивалась длинными перекрученными полосками, обнажая блестящие белые стволы. На них виднелись массивные сооружения из переклетенных ветвей, напоминающих стога сена. Это были многоквартирные гнезда длиннохвостых попугайчиков-квакеров, изящных ярко-зеленых птичек. Чирика и вереща, они пролетали над нами, когда наша повозка проезжала мимо, и, сверкнув в солнечных лучах, исчезали в своих огромных коммунальных квартирах. «Но! Но! Пошли!» — фальцетом выкринул Карлос, и лошади побежали неуклюжей рысью, возмущенно пофыркивая. Мы доехали до конца длинной, обсаженной деревьями аллеи, и перед нами открылась пампа, золотистая и стверкающая в лучах после полуденного солнца. Лошади тянули повозку по влажной отрасе траве, лавируя между кустами гигантского чертополоха. Каждое растение стояло, словно оцепенев, высотой в полтора человеческих роста, и походило на какой-то фантастический, усаженный шипами канделябр с ярко-пурпурным огоньком цветка на каждом отростке. Земляная сова, напуганная нашим приближением, металась у входа в свою нору, словно маленький серый призрак. Два шага в одну сторону, два шага в другую, остановка, и вот уже она смотрит на нас золотистыми глазами. Голова то качается сбоку на бок, то быстро-быстро ходит вверх-вниз. В конце концов сова сорвала с места и начала мягко и бесшумно, словно облако, кружить над своим гнездом. Поводжка подвигалась вперед, громыхая и покачиваясь. Перед нами до самого горизонта простиралась пампа, ровное, безмятежное море золотистой травы, чуть темневшее в тех местах, где чертополох рос гуще. Там и сям, словно темные волны на водной глади, виднелись небольшие рощицы, искривленных ветром деревьев, в тени которых отдыхал скот. Небо было ярко-голубым, и по нему, как улитки по оконному стеклу, медленно, с достоинством, ползли большие пухлые облака. Чертополох стал попадаться все чаще, и лошадям приходилось все больше петлять, объезжая его и уклоняясь от острых колючек. Колеса давили ломкие растения с треском, напоминавшим пальбу из игрушечных ружей. Из-под самых копыт лошадей вдруг выскочил перепуганный заяц. Описав большую дугу, он замер и полностью слился с коричневатыми кустами чертополоха. Далеко впереди показались маленькие темные фигурки в ярких цветных пятнах. Это были пионы на своих лошадях. Они ожидали нас, собравшись кучкой в высокой траве. Лошади не стояли на месте, перебирали ногами и мотали головами. Пионы разговаривали и смеялись, их загорелые лица были оживлены. И когда пионы поворачивались вместе с лошадьми, серебряные бляшки, украшавшие широкие кожаные пояса, ярко вспыхивали на солнце. Мы въехали в середину группы, и наши лошади стали, опустив голову и тяжело сопя, словно от изнеможения. Карлос и пионы выработали план дальнейших действий. Пионы растянутся в длинную цепь, повозка будет двигаться посередине. Как только покажется Нанду, пионы начнут окружать их и гнать к повозке, чтобы я мог заснять все своим киноаппаратом. Когда общая многоголосица немного стихла, я спросил Карлоса, действительно ли он надеется найти Нанду. Карлос пожал плечами. Думаю, что мы их найдем. Рафаэль видел их здесь вчера. Мы не застанем здесь, застанем на соседнем пастбище. Он причмокнул, лошади очнулись от своего полусна, и повозка двинулась дальше, с треском подминая под себя чертополох. Не проехали мы и пятидесяти футов, как один из спионов издал протяжный крик и начал возбужденно размахивать руками, показывая на густые заросли чертополоха, в которые мы чуть было не въехали. Карлос резко остановил лошадей, мы вскочили на сиденье и стали всматриваться в заросли, подернутые пурпурной дымкой цветов. Сперва мы ничего не могли разглядеть, но потом Карлос схватил меня за руку и показал на что-то впереди. «Вон там, Джерри, видишь? На анду!» Самая гущая чертополоха, среди серо-белых стеблей, я заметил какое-то смутное шевеление. Пионы начали смыкаться кольцом вокруг зарослей, неожиданно один из них приподнялся в стременах, помахал рукой и что-то крикнул. «Что он сказал, Карлос?» — спросил я. «Он сказал, что у Нанду есть детеныши», — ответил Карлос и, повернув лошадей, направил их галопом вдоль кромки зарослей. Повозка отчаянно подпрыгивала и тряслась. Когда чертополох кончился и открылось поросшее травой поле, он остановил лошадей. «Теперь смотри в оба, Джерри, они должны выйти с этой стороны», — сказал он. «Мы сидели, не сводя глаз с высокой стены чертополоха и прислушиваясь к треску растений, обламывающихся под копытами лошадей. Вдруг один куст чертополоха закачался и с треском упал на землю. И на зеленую траву легко и грациозно, словно балерина, выскочил Нанду. Это был крупный самец. На короткое мгновение он остановился, и мы успели его разглядеть. Он был похож на маленького серого страуса с черными отметинами на голове и шее, которые не были лысыми, как у страусов, а покрыты изящным оперением. В глазах его не было глуповатого выражения, свойственного страусам. Наоборот, они были большими, влажными и умными. Он остановился для того, чтобы оглядеть местность, и тут же заметил нас. Круто повернувшись на месте, он помчался по пампе, вытянув вперед шею, при каждом шаге почти касаясь головы своими длинными ногами. Казалось, Нанду не просто бежит, а бежит в припрыжку, подскакивая на ногах, словно на мощных пружинах. Когда он стоял, выпрямившись, он был около пяти с половиной футов ростом. Но теперь, мчаясь со скоростью бегущей галопом лошади, он весь вытянулся в длину и стал обтекаем. Один из пионов с треском выскочил из кустов чертополоха футок в двадцати отбежавшей птицы, и мы имели возможность познакомиться с тем, как ведет себя Нанду, когда его преследуют. Как только он заметил всадника, он высоко поднял голову, прервал посредине один из своих огромных прыжков, повернулся на лету и побежал в обратном направлении, почти с той же скоростью. Теперь он мчался зигзагами, делая шестифутовые прыжки то вправо, то влево, и касался сзади громадной пернатой лягушкой. Карлос хотел ехать дальше, но тут появился второй Нанду. Этот был поменьше первого, тоже серый, но более светлый. Выскочив через брешь, пробитую первым Нанду, он остановился в траве. «Это самка!» прошептал Карлос. «Смотри, какая она маленькая!» Самка Нанду заметила нас, но не побежала, как это сделал ее супруг, а продолжала стоять на месте, переступаясь ноги на ногу и наблюдая за нами большими, застенчивыми глазами. «Мы скоро поняли, почему она не убегает от нас!» Из зарослей чертополоха торопливо выбежали 11 птенцов в возрасте не больше нескольких дней. Их круглые, пушистые тельца, размером вдвое меньше футбольного мяча, сидели на толстых, коротких ножках, заканчивавшихся большими неуклюжими лапами. Птенцы были желтовато-коричневого цвета, с изящными серо-голубыми полосками. Они собрались вокруг огромных ног матери, и их блестящие глаза не выражали ни малейшего страха, и они пронзительными голосами переговаривались между собой. Мать посмотрела на них сверху, но, вероятно, не могла разобрать в этом пестром водовороте все ли птенцы с нею. Повернувшись, она побежала по траве, если можно так выразиться, с прохладцей, высоко подняв голову и при каждом шаге тяжело опуская ноги на землю. Птенцы последовали за ней, вытянувшись в одну линию. Это выглядело очень забавно, казалось, будто пожилая, чопорная старая дева бежит к автобусу, стараясь сохранить при этом все свое достоинство и волоча за собой пеструю горжетку из перьев, которая извивается по траве. Когда семейство Нанду скрылось из виду, а Джеки прекратила умиленные охи и ахи по поводу птенцов, Карлос тронул лошадей, и мы поехали дальше. Скоро мы увидим еще Нанду взрослых, сказал Карлос, и не успел он произнести эти слова, как показал Сарфейль. Он скакал к нам, махая шляпой, красный шарф развивался за его спиной. Он прорвался свод чертополох и подскочил к повозке, энергично жестикулира и что-то быстро говоря по-испански. Сверхнув глазами, Карлос повернулся к нам. Рафаэль говорит, что они открыли место, где есть много Нанду. Мы должны поехать с повозкой к тому месту, а Рафаэль с людьми заставит Нанду пробежать рядом с нами. Рафаэль поскакал посвящать пионам в план совместных действий, а Карлос погнал лошадей голопом сквозь колючий чертополох. Мы выскочили на простор пампы и с грохотом понеслись по ней, раскачиваясь так сильно, что в любую минуту могли перевернуться. Карлос спригнулся на сиденье, нахлёстывая лошадей во яме и подбадривая громкими криками. Пара острокрылых ржанок, выделявшихся на зелёной траве своим чёрно-белым оперением, внимательно следила за повозкой, а потом, пробежав футов шесть по траве, легко взмыла в воздух и начала кружиться над нами на пёстрых крыльях, извещая жителей пампы о нашем приближении пронзительными криками «Теро! Теро! Теро!» Осторожно, высунувшись из раскачивающейся повозки, я увидел всадников примерно в полумиле от нас. Они вытянулись в цепь и ожидали, когда мы займём условленную позицию. Солнце палило беспощадно. На боках лошадей виднелись тёмные потёки пота. Горизонт был подёрнут знойной дымкой, казалось, мы смотрим на всё сквозь запотевшее стекло. Карлос резко натянул поводья и остановил лошадей. «Станем здесь, Джерри. Киноаппарат поставим там», сказал он. «Нанду должны пробежать с этой стороны». Мы вылезли из повозки. Карлос пошёл вперёд с зонтом и оследовал за ним с кинокамерой и треногой. Джеки осталась в повозке. Она, не отрываясь, взглядела в бинокль, чтобы немедленно сообщить нам о появлении «Нанду». Мы с Карлосом отошли ярдов на 50 от повозки и выбрали место, откуда хорошо просматривалась широкая полоса пампы, с обеих сторон ограниченная зарослями чертополоха. Я установил киноаппарат и стал делать необходимое приготовление к съёмке, а Карлос держал надо мной зонтик, чтобы кинокамера не нагрелась. «Всё в порядке», сказал я наконец, вытирая пот с лица. Карлос поднял зонтик и помахал им из стороны в сторону. Тотчас же, издали, послышались крики пионов, и один за другим, понукая лохудей, они исчезли в чаще чертополоха. После этого воцарилась тишина. Мы оставались неподвижными, и ржанки, описав над нами несколько кругов, приземлились неподалёку и стали шнырять в траве, то и дело замирая на месте и насторожённо глядя на нас. Джеки сидела в повозке, сдвинув шляпу на затылок и не отрываясь от бинокля. Лошади стояли, опустив головы, и время от времени переминаясь с ноги на ногу, словно буфетчицы, задремавшие за стойкой к концу рабочего дня. Под струйками стекал у меня по лицу и по спине. Рубашка противно прилипала к телу. Вдруг Джеки сорвала с головы шляпу и отчаянно замахала ею, что-то громкое, бессвязно выкрикивая. В ту же секунду ржанки сорвались с места и закружились над нами с пронзительными криками. Издали послышался треск, топот лошадиных копыт и возбуждённые крики пионов. Затем из зарослей чертополоха показались Нанду. Я никогда не предполагал, что птицы, ведущие надземный образ жизни, могут двигаться так же быстро и легко, как птицы в полёте. Но в то утро я мог в этом убедиться. Вось-семь Нанду, выстроившись клином, бежали изо всех сил. Их ноги передвигались с такой быстротой, что сливались в неясные расплывчатые пятна. Различить их можно было лишь в тот момент, когда они касались земли, давая птице толчок вперёд. Шеи птиц были вытянуты почти по прямой, крылья слегка оставлены в стороны и опущены вниз. Сквозь громкие крики жанок были отчётливо слышны быстрые ритмичные удары их ног отвёрдую, как камень с землю. Если бы не этот стук, можно было подумать, что птицы катятся на колёсах. Как уже было сказано, они бежали, казалось, изо всех сил. Но когда из чертополоха с громкими криками выехали два пиона, произошло нечто невероятное. Нанду поджали хвосты, словно опасаясь удара сзади, и, сделав три огромных косолапых прыжка, удвоили скорость. Они исчезали вдали с поразительной быстротой. Пионы мчались за ними вдогонку, и я увидел, как один из них отцепил от пояса «Болеодорс». «Надеюсь, они не собираются ловить их там, Карлос? Я ведь ничего не смогу заснять на таком расстоянии». «Нет, нет», успокоил меня Карлос. «Они окружат их и пригонят обратно. Пойдёмте к повозке, там больше тени». «Когда они окружат их?» «Минут через пять». Мы вернулись к повозке. Джеки подпрыгивала на сиденье, словно болельщик на стадионе, и смотрела в бинокль, подбадривая далёких охотников какими-то нечленораздельными восклицаниями. Я пристроил кинокамеру в тени, отбрасываемой повозкой, и забрался на сиденье рядом с Джеки. «Что там происходит?» спросил я, так как к этому времени пионы и Нанду превратились в едва заметные точки на горизонте. «Потрясающе!» кричала Джеки, вцепившись в бинокль, который я пытался у неё отнять. «Просто потрясающе! видишь, как они бегут?» «Вот не думала, что они могут так быстро бегать!» «Дай мне посмотреть!» «Сейчас, сейчас, одну минуту!» «Вот только взгляну!» «Нет, нет, ну ты посмотри!» «Ну что случилось?» «Они хотели прорваться, но Рафаэль вовремя их увидел!» «Нет, ты только погляди, как бежит вон тот!» «Нет, ну ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Нет, честно признался я!» «Так что, может быть, ты дашь мне посмотреть?» «Я насильно завладел биноклем и поднёс в глаза!» «Нанду лавировали между кустами чертополоха, уклоняясь от своих преследователей с лёгкостью и грацией, которым мог бы позавидовать профессиональный футболист. Пионы метались из стороны в сторону, сгоняя птиц в одну стаю и тесняя их в нашу сторону. У всех пионов теперь были в руках балеодоров, и я увидел, как блестели шары на концах верёвок, когда они раскручивали их над головами. Нанду повернули всей стаей и побежали в нашу сторону. Пионы с торжествующими криками помчались за ними. Вернув Джеки бинокль, я спрыгнул вниз и стал готовиться к съёмке. Не успел я навести объектив на резкость, как показались Нанду. Они по-прежнему бежали тесной кучкой прямо на нас. Ярдов за семьдесят, они заметили нас, и в то же мгновение все как один повернули под прямым углом, причём так дружно и слаженно, словно не раз репетировали этот манёвр. Пионы преследовали их по пятам. Из-под копыт лошадили телекомья чёрной земли. Балеодорос с пронзительным свистом кружились над головами всадников, описывая расплывчато, мерцающие на солнце, круги. Громкие крики, стук копыт, свисты балеодорос на мгновение оглушили нас и пронеслись мимо, замирая вдали. Только ржанки продолжали кружить над нами, оглашая воздух истерическими криками. Джеки вела беглый репортаж о дальнейших событиях. Так, Рафаэль и Эдуардо повернули вправо. Они всё ещё бегут. Ага, один бросился вправо, Эдуардо за ним. Теперь стая рассыпалась, все разбежались. Теперь их не собрать вместе. Вот кто-то собирается бросить балеодорос. М-м-м, мимо. Надо было видеть, что за поворот сделал этот Нанду. Посмотрите, что он делает. Он поворачивает. Он бежит обратно. Рафаэль скачет за ним. Так, бежит обратно, бежит обратно. Я только что закурил сигарету, но тут же бросил её и кинулся к киноаппарату. Нанду был близко. Я слышал, как трещали ломавшиеся под его тяжестью кусты чертополоха. Я думал, что пройдёт по меньшей мере полчаса, пока пионам удастся собрать рассыпавшихся птиц и поэтому только завёл киноаппарат, но не стал наводить его на резкость и освещенность. Теперь же возиться со всем этим было поздно. Птица мчалась к нам со скоростью 20 миль в час. Я развернул киноаппарат, поймал птицу в видоискатель и нажал кнопку, надея, что из моих съёмок что-нибудь да получится. Я начал съёмку, когда Нанду был от меня о футах в полтораста. Рафаэль скакал непосредственно за ним, и это, вероятно, очень тревожило птицу, так как она явно не замечала ни повозку, ни киноаппарат и мчалась прямо на меня. Она подбегала всё ближе и ближе, постепенно заполняя весь видоискатель. Джеки, стоявшая надо мной в повозке, тихонько попискивала от волнения. Ещё несколько секунд, и Нанду полностью заполнил видоискатель. Мне стало не по себе. Птица по-прежнему не видела нас, а я совсем не хотел, чтобы двухсотфунтовый Нанду со всего разбега врезался в меня. Уповая на Бога, я всё же продолжал держать палец на кнопке. Вдруг птица заметила меня. В её глазах мелькнуло какое-то смешное выражение ужаса, она сделала резкий скачок влево и скрылась из моего поля зрения. Выпрямившись, я вытер испарину со лба. Карлос и Джеки круглыми савинами глазами смотрели на меня с повозки. «С какого места он отвернул?» спросил я, так как во время съёмки это было трудно установить. «Он отвернул вон от того пучка травы», ответила Джеки. Я измерил шагами расстояние от треноги до травы. Оно не превышало шести футов. Этот резкий скачок оказался роковым для Нанду. Расстояние между ним и преследовавшим его Рафаэлем было так мало, что даже после такого ничтожного уклонения в сторону свелось к нулю. Рафаэль заставил взмыленного коня сделать отчаянный рывок, перерезал птице путь и погнал её обратно к нам. На этот раз я был на готове. Тонкий свист Балеодорос внезапно усилился и замер на протяжённом гудящем звуке. Верёвка с шарами пролетела по воздуху и облепилась вокруг шеи и ног птицы, подобно щупальцам спрута. Нанду пробежал ещё пару шагов, верёвка затянулась и он упал на землю, дёргая ногами и крыльями. С протяжным победным криком Рафаэль подъехал к нему, соскочил на землю и схватил его за дрыгающие ноги. В противном случае Нанду легко мог бы распороть ему живот своим большим когтем. После непродолжительной борьбы Нанду затих. Карлос, приплясывая от радости на сиденье, громкими протяжными криками оповещал пионов об успешном завершении охоты. Когда они прискакали, мы все собрались вокруг нашего пленника. Это была большая птица с хорошо развитыми мускулистыми бедрами. Кости и крыльев напротив были мягкими и слабыми и могли гнуться словно молодые зеленые веточки. Огромные, чуть ли не во всю щеку глаза, прикрывались большими, как у кинозвезд, ресницами. Обращали на себя внимание большие мощные ступни с четырьмя пальцами. Средний палец был самым длинным и оканчивался острым изогнутым когтем. Независим от того, ударял ли страус ногой вперед или назад, этот коготь, словно острый нож, врезался в тело противника, разрывая и раздирая его. Перья были довольно длинные и напоминали листья папоротника, вытянутые в длину. Когда я осмотрел птицу и сделал с нее несколько снимков, мы освободили ее ноги и шею от болиадора. Мгновение она неподвижно лежала в траве, затем резким толчком вскочила на ноги и помчалась сквозь заросли чертополоха, набегу, набирая скорость. Мы пустились в обратный путь. Пионы, смеясь и переговариваясь, тесной гурьбой ехали вокруг нас. Их разукрашенные пояса сверкали на солнце, удела и уздечки мелодично позвякивали. Лошади потемнели от пота, хотя они несомненно устали, шли они весело и легко, то и дело игриво задирая друг друга. Наши же серые коняги, которые только довезли повозку до места и всю охоту простояли в оглоблях, плелись теперь с таким видом, будто вот-вот упадут от изнеможения. За нами расстилалась бескрайняя золотистая спокойная пампа. Вдали над травой взлетали два черно-белых пятнышка и слышался приглушенный расстоянием голос пампы, предупреждающий всех ее обитателей. Голос всегда бодрствующих ржанок. Теро, 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 теро. Прощание. Приближался день нашего отъезда. С большим сожалением покидаем и менее секунда, увозя с собой пойманных там животных, броненосцев, апоссумов и несколько интересных птиц. Мы возвращались в Буэнос-Айрес поездом. Животные сопровождали нас в багажном вагоне. После такого пополнения наша коллекция приобрела маломальский пристойный вид и перестала походить на Азо магазин после распродажи. Но у нас все же было очень мало птиц. И это не давало мне покоя, так как я знал, что в Аргентине живет несколько исключительно интересных видов. И вот за день до нашего отъезда я вспомнил об одном разговоре с Бибитой и позвонил ей. Бибита, ты, кажется, говорил, что знаешь в Буэнос-Айресе магазин птиц. Магазин птиц? А, да, конечно. Я видела один где-то неподалеку от вокзала. Ты не покажешь мне его? Ну, разумеется. Приезжайте завтракать, а потом отправимся. После обильного ленча Бибита, Джеки и я сели в такси и поехали искать магазин птиц. В конце концов мы нашли его на громадной площади, с одной стороны которого располагались сотни маленьких ловчонок, торговавших мясом, овощами и другими продуктами. Магазин был большой и к нашей радости с обширным и разнообразным выбором. Мы медленно обходили клетки, пожирая алчными взорами прыгавших там птиц всевозможных форм, размеров и расцветок. Владелец магазина, чем-то напоминавший неудачливого борца тяжелоатлета, сопровождал нас хищно поблескивая черными глазами. «Ты решил, что тебе нужно купить?» спросила Бабита. «Да, я знаю, что мне нужно. Вопрос только в цене». По виду хозяина трудно предположить, что он назначит разумную цену. Бабита, стройно, элегантно, одетая, лукаво посмотрела на коренатого владельца лавки. Сняв перчатки, она бережно положила их на мешок с кормом для птиц и одарила хозяина ослепительной улыбкой. Тот смущенно покраснел и опустил голову. Бабита повернулась ко мне. «Но ведь он очень милый человек», вполне искренне сказала она. «Я еще не привык к способности Бабиты находить ангельские черты в людях, которые, судя по внешности, готовы с легким сердцем за полкроны отправить на живодерню родную мать. И с удивлением смотрел на хозяина, казавшегося мне отпетым негодяем». «Не знаю», ответил я наконец, «мне он не кажется милым». «А я уверен, что он славный человек», твердо возразила Бабита. «Ты только покажи мне птиц, которых хочешь купить, и предоставь переговоры мне». Несмотря на то, что такой способ казался мне наихудшим из всех возможных, я все же обошел еще раз лавку и показал Бабите тех птиц, от одного взгляда, на которых у меня начинали течь слюнки. Многие из них были исключительно редкими. Бабита спросила, сколько я хотел бы заплатить за них. И я назвал цену, которую считал вполне прилично и справедливой. Бабита направилась к хозяину и еще раз вогнала его в краску своей улыбкой и воркующим голосом, вероятно, тем самым, каким полагается разговаривать со славными людьми, завела речь о покупке птиц. Пока она ворковала изредка прерываемый почтительным «Да, да, сеньора», мы с Джеки обследовали малодоступные уголки лавки. Минут через двадцать мы вернулись к Бабите. Она по-прежнему стояла среди грязных клеток, словно спустившаяся с небес богиня, а хозяин сидел на мешке, то и дело вытирая с олба пот. Его «Да, да, сеньора», по-прежнему сопровождавшие речь Бабиты, утратили свой первоначальный пыл и звучали теперь довольно уныло. Неожиданно он, плечами, развел руками и улыбнулся ей. Бабита взглянула на него с такой нежностью, словно он был ее единственный сын. «Биену», сказала она, «большое спасибо, сеньор». «Не за что, сеньора», ответил он. Бабита повернулась ко мне. «Я купила их тебе», сказала она. «Очень хорошо, сколько нам нужно заплатить?» «Бабита назвала сумму в четыре раза меньшую той, что я собирался заплатить хозяину». «Что ты, Бабита, ведь это же настоящий грабеж!» недоверчиво возразил я. «Нет, нет, мальчик», серьезно ответила она, «у нас эти птицы не редкость, и было бы глупо с твоей стороны так дорого за них платить. Кроме того, я тебе же говорила, что хозяин милейший человек, и он был рад сбавить цен, чтобы сделать мне приятное». «Сдаюсь», сказал я, «ты не поехала бы со мной в следующую экспедицию, ты сэкономила бы мне кучу денег». «Глупости», рассмеялась Бабита, «это не я сэкономила тебе деньги, а человек, который казался тебе таким страшным». Я сердито посмотрел на нее и с достоинством удалился отбирать птиц и рассаживать их по клеткам. Вскоре на прилавке выросла целая гора завернутых в оберточную бумагу клеток. Расплатившись с хозяином и обменявшись с ним бесчисленным множеством «Грациес», я спросил его через Бабиту, нет ли у него в продаже диких гусей и уток. Он ответил, что гусей и уток у него нет, но есть очень близкие к ним птицы, которые, быть может, заинтересуют сеньора. Он провел нас через заднюю дверь магазина в небольшую уборную и показал насидевших там птиц. Я с трудом подавил восторженный возглас, когда увидел двух грязных, изможденных и все же очень красивых черношеих лебедей. С напускным равнодушием я осмотрел их. Птицы были страшно худыми и достигли высшей степени истощения, характеризуемой полнейшей апатией и отсутствием страха. При других обстоятельствах я бы не стал покупать таких слабых птиц, но для меня это была последняя возможность приобрести черношеих лебедей. К тому же я подумал о том, что если им суждено умереть, то они по крайней мере умрут в комфорте. Оставить этих великолепных птиц задыхаться в уборной рядом с унитазом было свыше моих сил. Бобита снова взялась за дело и после упорного торга лебеди стали моими. Возник вопрос, в чем их вести, так как у хозяина не оказалось достаточно больших клеток. В конце концов мы посадили птиц в обыкновенные мешки и только их головы торчали наружу. Забрав покупки, мы покинули магазин. Хозяин, кланяясь, провожал нас. На улице мне вдруг пришла в голову одна мысль. «А как мы доберемся до Бельграну?» спросил я. «На такси», ответила Бобито. Под мышками я держал по лебедю и чувствовал себя так, как должно быть чувствовала себя Алиса, играя в крокет с фламинго. «Нас не пустят в такси со всем этим имуществом», ответил я. «Водителям запрещено возить животных, с нами это уже бывало». «Подожди здесь, я сейчас достану такси», сказала Бобито. Она перешла улицу, выбрала среди стоявших на стоянке такси то, в котором сидел самый несимпатичный и суровый с виду водитель и подъехал к нам. Водитель внимательно посмотрел на зажатые у меня подмышками мешки, откуда словно питоны выглядывали шеи лебедей, и повернулся к Бобите. «Животные», сказал он, «нам запрещено перевозить животных». Бобито улыбнулась. «Но если бы вы не знали, что у нас животные, вам бы никто ничего не сказал», возразила она. Водитель прямо-таки зашатался от ее улыбки, но все еще не был убежден. «Каждому видно, что это животные», возразил он. «Видны только эти», ответила Бобито. «Но если мы поместим их сзади, вы просто ничего не увидите». Водитель недоверчиво хмыкнул, «Ну ладно, только учтите, что я ничего не видел. Если меня остановят, я буду все отрицать». Итак, мы направились в Бельграна. Лебеди сидели на заднем отделении, а на переднем сиденье громоздились клетки, откуда доносился хор птичьих голосов и хлопанье крыльев. Но водитель усиленно старался ничего не замечать. «Как только ты умеешь добиваться своего», сказал я Бебите. «Эти таксисты иной раз и меня-то отказываются везти, не говоря уже о зверинце». «Но ведь они милейшие люди», возразила Бебита, с нежностью глядя в жирный затылок водителя. «Они всегда рады чем-нибудь помочь». Я только вздохнул. Бебита обладала каким-то волшебством, против которого никто не мог устоять. И как назло, всякий раз, когда она называла ангелом человека, смахивающего на беглого каторжника, он оправдывал ее характеристику, как бы смехотворно она не была. Это было просто удивительно. Купленные в последний момент животные доставили нам немало дополнительных хлопот. Мы отплывали на следующий день после обеда, и до того времени нужно было обеспечить их клетками, а это было нелегко. Мы позвонили Рафаэлю и Карлосу, и они примчались на наш отчаянный зов со своим двоюродным братом Энрике. В полном составе мы ринулись на ближайший лесной склад, и пока я набрасывал чертежи клеток, плотник лихорадочно отпиливал куски фанеры при помощи циркулярной пилы. Затем, шатаясь под тяжестью ноши, мы притащили пиломатериалы в Бельграна и принялись сколачивать клетки. К половине двенадцатого ночи мы обеспечили клетками лишь одну четверть наших птиц. Убедившись, что нам предстоит работать всю ночь, мы отправили Джеки в гостиницу с тем, чтобы утром, когда мы уже совершенно выдохнемся, она пришла отдохнувшая и накормила животных. Карлос сбегал в ближайшее кафе и принес горячий кофе, булочки и бутылку джина. Подкрепившись, мы снова приступили к работе. Без десяти-двенадцать кто-то постучал в наружную дверь. Это пришел первый возмущенный сосед. Он хочет узнать, какого черта мы стучим молотками среди ночи, сказал я Карлосу. Пойди открой ему. После джина я двух слов не смогу связать по-испански. Карлос вскоре вернулся в сопровождении худощавого человека в очках. С заметным американским акцентом он представился как мистер Кан, корреспондент газеты Дейли Миров. Я слышал, что вам с трудом удалось спастись от Парагвайской революции и очень хотел бы узнать от вас все подробности. Объяснил он цель своего визита. Пожалуйста, ответил я, гостеприимно поставив ему клетку и налив рюмку джина. Что вас интересует? Он подозрительно понюхал джин, заглянул в клетку, прежде чем сесть на нее, и вытащил записную книжку. Все интересует, твердо произнес он. Я стал рассказывать о нашем путешествии в Парагвай. Мое красочное описание сопровождалось стуком молотков, визгом пилы и громкими испанскими проклятиями, которые изрыгали Карл, Рафаэль и Энрике. В конце концов мистер Хан спрятал свою записную книжку. «Я думаю», сказал он, снимая пиджак из-за сучьего рукава, «Я думаю, что смогу лучше сосредоточиться, если выпью еще джина и примкну к вашему празднику лесорубов». Всю ночь, время от времени, подкрепляя себя джином, кофе, булочками и песнями, Карлос, Рафаэль, Энрике, я и корреспондент Дэли Мирр трудились над сооружением клеток. В половине шестого, когда начали открываться первое кафе, мы закончили работу. Наскоро выпив кофе, я добрался до гостиницы и бросился в постель, чтобы немного отдохнуть перед погрузкой на пароход. В половине третьего наш грузовик подъехал к стоявшему у причала пароходу, мы с Джеки сидели в кабине, Карлос и Рафаэль в кузове, на самой верхушке багажа. К четырем часам почти каждый в порту, не исключая Зевак, ознакомился с нашими разрешениями на вывоз багажа. В половине пятого нам позволили начинать погрузку. И тут случилось нечто такое, что могло стать не только концом всего путешествия, но и концом всей моей жизни. На пароход грузили огромные тюки кож, и по какой-то непонятной причине кран проносилось как раз над теми сходнями, по которым мы должны были нести своих животных. Я вышел из машины, взял клетку, в которой сидел Кай, и хотел попросить Карлоса захватить с собой клетку Сары. Внезапно словно пушечное ядро ударило меня сзади в спину, подняло воздух и отбросило футов на двадцать в сторону. Я летел в воздухе, лихорадочно соображая, что могло нанести мне такой удар, затем упал лицом на землю и покатился кувырком. Спина у меня ныла, левое бедро страшно болело, и я уже решил, что оно сломано. Я был до того потрясен, что не мог твердо стоять на ногах и шатался как пьяный, когда перепуганный Карлос поднял меня. Лишь через пять минут я пришел в себя и с облегчением убедился в том, что перелома у меня нет, но и после этого руки у меня так тряслись, что я не мог держать сигарету и курил из рук Карлоса. Пока я сидел пытаясь успокоиться, Карлос объяснил мне, что произошло. Крановщик захватил с пристани очередной тюк-кош, но поднял его слишком низко. Вместо того, чтобы пройти над сходнями, тюк силой ударил по ним и сходни вместе с тюком вылетели на набережную. К моему счастью, этот смертоносный снаряд задел меня уже на излете, иначе я бы переломился пополам, словно спелый банан. Должен сказать, дрожащим голосом заметил я Карлосу, что я ожидал от Аргентины несколько иных проводов. Наконец, мы благополучно перенесли клетки на палубу, накрыли их брезентом и спустились в салон, где собрались все наши друзья. Мы выпили на прощание, разговор протекал в той легкой и довольно бессодержательной форме, которая характерна для последних минут перед неизбежной разлукой. Потом настал момент, когда провожающие должны были покинуть пароход, мы вышли на палубу и наблюдали, как наши друзья сошли по сходням и собрались на набережной против нас. Несмотря на быстро сгущавшиеся сумерки, мы еще могли разглядеть бледное лицо Карлоса и черные волосы его жены, Рафаэля и Энрике, вздвинутых на затылок шляпах гаучу, Марию Мерседес, размяхивающую платком и очень похожую в вечернем сумраке на пастушку с картин Грезденской галереи и, наконец, бебиту, стройную, красивую и возбудимую. Когда пароход тронулся, до нас отчетливо донес ее голос. «Счастливого пути, дети, обязательно приезжайте к нам еще!» Мы махали и кивали на прощание, а затем, когда провожающие почти исчезли в темноте, раздался самый печальный звук на свете, низкий, мрачный рев пароходной сирены, прощальный привет уходящего в море в судне. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова